добрый вечер дорогие друзья канал дышите ровно я елена копылова приветствую вас со мной серый код блогер из беларуси а также сушки могу табличку брать вот это вот что у меня повисло тут а вот здесь надо убрать секундочку а также алексей комендант здравствуйте ребята поговорим сегодня о перспективах объединения россии с беларусью постоянно эта тема как-то муссируется то она пропадает из информационного поля потом снова появляется вот недавно буквально на днях дал поручение какое-то давайте мы разработаем план немедленно до конца года надо разработать план по объединению союзное создание союзного государства но вроде божена создана но как бы не очень ну и судя по всему лукашенко конечно не горит желанием объединяться а путина это скорее всего необходимо для того чтобы в новой каденции иметь возможность возглавить снова страну но уже в новом конфигурации дима как вы думаете насколько вероятно какие перспективы и что сможете рассказать как настрой белорусский народ но на самом деле мне всегда было интересно узнать скорее как настроен российский народ по поводу союзного государства потому что у нас эта тема она идет с 90-х годов как только вообще начали говорить об объединении по сути дела и даже когда а разъединение после развала советского союза то есть с тех пор эта тема так не прекращается для многих она больная они пишут и говорят всегда уже на протяжении вот последних там почти 30 лет так или иначе но конкретно союзное государство это стало появляться где-то в конце 95 года когда там были подписаны первое соглашение о том чтобы убрать границу между ельцином и лукашенко в девяносто шестом году там уже нет и окончательно что-то подписали убрали границу полностью и дальше это как бы пошло-поехало конкретно союзное государство в девяносто девятом году насколько я знаю был подписан договор о создании вот этого союзного государства и первоначально одним из как бы главных инициаторов был именно лука то есть он насколько я понимаю планировал со временем пересидеть скажем стать стареющего ельцина и стать царем всея руси то есть он метил на президентство в союзном государстве то есть подразумевая захват власти узурпацию и в россии в том числе то есть одной маленькой беларуси ему было мало а после того как поставили путина и после того как стало понятно что путин это надолго и и это серьезно каким-то странным образом вот возможно вы заметили союзное государство начала внезапно тормозиться то есть там 2001 году говорили что двухтысячном что уже с 2001 года у нас единая валюта все мы переходим полностью на единый рубль может это какой-то российский рубль будет или это какой-то новый союзный рубль но ничего не произошло потом следующем году говорили потом еще там 2005 году но с тех пор по сути ничего не изменилось то есть там были приняты и кучи всяких договоров подписано потом там как некая союзная конституция общее там союзный парламент был создан такой орган который чем-то там типа управляет какие-то решения постоянно принимает но это все подвисло на долгие годы и как-то не особо двигалась эта тема а уже вот да там был таможенный союз потом создан но это как бы такой экономический союз это немножко другое все таки а союзное государство активно сейчас эту тему стали муссировать в конце прошлого года никогда новые вот газовый скандал когда россия сказала что мы не будем компенсировать этот мы сделаем налоговый какой там они еще нефтяной маневр и не будем компенсировать вам убытки потому что беларусь как известно получала нефть сырую российскую по практически там много беспошлино за какие-то копейки ну дешевле рыночной стоимости наверное так понимаю и перерабатывала высококачественный бензин и продавала куда хочет то есть преимущественно в европу там в украину а теперь им поставили условия что вы должны интегрироваться и бензин продавать никуда хотите а через российские порты какие-то там через специальные хабы и луки это невыгодно естественно путин сказал что все мы на уступки не идем и вот после этого начался серьезный конфликт некоторые стали говорить лука сдаст все он там диктатор но как он без денег будет он обязательно начнет сдавать другие говорят нет лука не янукович он настолько властный он там не пойдет на такое то есть вот это идет такой спор тех пор это так вот ну на затравку алексей вот что ты можешь сказать по этой теме я думаю ну да в общем то все верно ты сказал я могу лишь дополнить такими вещами что например был референдум в свое время объединение и на нем большинство сказали против с тех пор эту тему особо не муссировали я имею ввиду референдум и еще один важный момент из всей этой истории что мне не понравилось я имею ввиду не дмитрина и а истории лукашенко что пару лет назад он подписал указ о том о возможности использования возможности действий российских войск ради восстановления конституционного строя на территории р.б. вот я как раз хотел сказать по этому поводу что указ ты был подписан перед новым годом то есть понятно что речь идет о нефтегазовых контрактах это было невидимо одним из условий там указ был который подразумевал взаимная взаимную помощь например если в москве что-то случится то белорусские войска согласно этому указу который подписал тоже путин могут восстанавливать конституционный порядок но я себе это с трудом представляю если что-то действительно там происходит естественно никто эту несчастную белорусскую дивизию не пустит в москву даже там если совсем анархия будет в москве поэтому поэтому а наоборот сможет ли противостоять лука вооруженным силам россии нет жена не так он не будет противостоять этот указ подписан для того что будет происходить когда вдруг лука неожиданным образом исчезнет ну перестанет существовать то есть этот указ для этого так как последний это последний вариант в колоде карт у володи путина крайний вариант постоянно шантажировать а военная база есть на территории белоруссии российская не совсем у нас есть базы но не такие не прямого действия там радиолокационные комплексы которые следят за ракетами там ну радарные всякие станции велики там баранович их что то есть еще там где то то есть там в основном не такой ну не военный персонал там больше специалисты поэтому то есть такой базы классической как некоторые думают что там в беларуси постоянно стоят какие-то там танковые войска российские или там какая-то авиационная база нет насколько я знаю нет такого была идея в пятнадцатом году по моему еще пятнадцатом проталкивали именно создание такой базы полноценные военные базы в беларуси и лука тогда категорически сказал что нет вот ходили слухи что какое-то было совместное учение какие-то были запад 2017 до и вот пошли наши войска якобы они так и не покинули беларусь правда лет сколько знаю неправда они покинули потому что во первых их пребывание будет очень дорого стоить некоторые забывают что транспортировка и пребывание этих войска это очень дорогостоящие мероприятия два года если бы они там стояли и никуда не выходили ну и смысл какой то есть некоторые я так понимаю мыслят еще категориями начала двадцатого века когда захвата не представляют себе когда какие-то солдаты с винтовками пойдут на почту на телеграф там на радио и прочее надо еще напомнить что эти учения это было типа война слышно рей западной беларуси в ходе этих учений погибло несколько российских военных в том числе офицеры было потеряно там танки вертолеты то есть серьезная как бы потери поносли шнуре нанесла удар серьезный хоть и проиграла нанесла серьезный удар я ничего не поняла есть они разрабатывают такие планы в случае сепаратизма беларуси или как почему такие учения видимо да некоторые считают что это такой план в случае краха режима лукашенко то есть что здесь произойдет россия забирает себе большую часть а некоторая вот часть западной беларуси которые странным образом совпадает с электоральной картой так называемый зенона позняка то есть когда в девяносто четвертом году были единственные свободные выборы в беларуси то есть была определена определенная такая вот карта за кого голосовали большей частью то есть вот западная беларусь вот гродненская там область юг там брестской области вот это вот запад минской области это часть которая где вот раньше ядро вкл было вот там где новогрудок вот это вот где гродно вот это вот территория там наиболее голосовали за националистов то есть это как бы вот как западная украина да как львовщина какая-нибудь в украине то есть вот это вот такая территория типа наиболее чуждая для русского мира которая видимо по мнению возможностям каких-то специалистов российского генштаба ее лучшие отторгнуть на время пока то есть что-то типа как в украине с днр лнр только наоборот большую часть забирает россия а меньше получается такая прозападная видимо какая-то республика вообще я хочу комментарии от вячеслава то есть наши вояки практически уже умозрительно поделили беларусь так же как украина всегда была у нас умозрительно разделена на западную и восточную и вообще что это вообще я в шоке вячеслав ну так как говорится вот ребята все правильно сказали но они не договорили одну вещь они говорят сейчас только белоруссии но также не забывайте что от белоруссии недалеко есть калининградская область которая анклав в европе российский и как говорится эти учения запад 2017 были и для того чтобы как говорится провести штабные учения для как говорится воссоединение этих территорий и вот белоруссии и калининградской области через суваловский коридор это он занимает часть польши и литвы суваловский коридор и и чтобы как говорится воссоединить калининградскую область с будущей россии когда белоруссия будет составе россии и для этого еще учение эти запад 2017 были то есть прибалтики тоже держать ухо востро да страна балтии интересный вообще так я зачиталась тут чат там ничего особенного не пишет слушайте но лукашенко в свое время у нас в россии вот дмитрий упомянул что интересно было бы знать еще мнение россиян он пользовался лет 15 назад у нас популярностью и когда действительно создавалась вот это союзное государство некоторые предполагали что он может победить на выборах президента вот этого союзного государства теперь я думаю что немножко сменилось настроение но как-то меньше симпатии он вызывает но по сравнению с тем же путином он старший товарищ поскольку несмотря на то что по годам он младше поскольку действительно занимает свой пост дольше чем путин не надоел ли он белорусам и может быть белорусы как-то думает ну хотя бы может через объединение избавимся от батька а может наоборот они его любят и уважают а каким образом через объединение избавиться от батьки то есть вы думаете что объединение не поведет за собой вот объединение с чем с другой авторитарной страной где такой же самый батька но люди же думают очень просто не думают вот у нас пенсии будут выше еще какие-то социальные года до 14 возможно некоторые думали так но сейчас собственно и раньше референдум когда вот алексей говорит был тогда большинство проголосовала против сейчас абсолютное большинство против то есть количество сторонников русского мира после 14 года резко упала а сейчас через вот лет пять уже после этого когда стало понятно что с днрами и лнрами что это просто дыра типа приднестровья очередная что там вот это все марева пропаганды четырнадцатого года она абсолютно развеялась то есть даже уже у ватников особо упоротых нету больших иллюзий то есть там только те кто реально за деньги за гранты рост сотрудничества они говорят что да там днр и лнр ну или просто небольшое количество отбитых дебилов маргиналов просто которые она верит киселеву до сих пор они считают что вот это чест честный как бы ведущий который правду все рассказывает вот среди таких людей да возможно остальные понимаете большинство людей считают что ну главное чтоб не было войны там мирно жить да нормальная зарплата работа чтобы было надо дружить с россией со всеми лучше всего дружить но объединяться для чего то есть они понимают что россия сейчас путинская она не лучше то есть да некоторые думают что возможно какая-то вот экономический союз это было бы не так уж плохо но если посмотреть у нас кстати вот нет независимой социологии это большой минус лукашенко и уничтожил но те попытки которые вот предпринимаются там как бы такая полуофициальная социология показывает что за объединение с россией вот абсолютной то есть включение беларуси в качестве регио региона россии там в 1 и 4 процента или 1 и 5 что такое за союзное государство что там около 15 процентов не более все остальные против то есть очень-очень малый процент за прекрасная ничего себе продвинутые беларусы оказывается сушки но вот заявление путина какой-то план объединения вызвало реакцию беларуси были протесты мы-то думали что батька уничтожил всю оппозицию еще в десятом году а вот расскажите про этот период подробнее по какой давайте напомним вот десятом году были мощные протесты они закончились полным раз грунта так называно не только десятый год там и одиннадцатый тоже так называемый вот площадь о чем говорит площадь десятого года то есть это событие выборов в декабре 19 кажется насколько я помню декабря 2010 года прошли президентские выборы на которых лукашенко назначил сам себя на очередной срок президентства тогда было принято решение администрации президента допустить как можно больше кандидатов то есть была такая выбрана стратегия поиграть в демократию многих кандидатов зарегистрировали в президенты ну оппозиционных тогда так называемых от разных нам партий даже при том что официально они не собрали 100 тысяч подписей необходимых для того чтобы зарегистрироваться но их допустили для того чтобы показать какое у нас разнообразие какая у нас демократия что у нас нет авторитаризма то есть эта вся игра шла и их напустили на телевидении они там объявят они там объявили о том что необходимо защищать демократию и прочее как бы до предложили выйти протестовать против фальсификации выборов это привело к тому что вышло неожиданно огромное количество народа просто вывалили там десятки тысяч говорят что там до 50 тысяч вышла минске на площадь такие цифры некоторые там даже до 100 говорят ну что это много мне кажется на пике где-то 1050 было и эту площадь разогнали то есть там дождались немножко пока стало людей поменьше там 20-30 тысяч не более и потом омон просто там была сделана провокация якобы какие-то люди выбежали начали бить стекла в доме правительства то есть они подзадорили толпу потом уже и протестующие некоторые подходили там пытались там что-то пинать забаррикадированы эти двери и окна там кто-то мегафоном там ударил кто-то там еще кулаком то есть это не серьезно все провокаторы они бы смылись побросали арматуру все и милиция потом окружила протестующих стала зачищать то есть там людей били до глубокой ночи бросали в автозаке там сотни тысячи задержанных были одну сотни точно я помню человек 700 наверно не меньше там и людей избивали вылавливали всячески потом начались репрессии после этого есть ближайшие месяцы тоже шли допросы шли следствие кто был кто что делал конфисковывали технику смотрели кто каких там движениях участвовал потихоньку брали брали людей кто-то сам эмигрировал а потом одиннадцатый год начался с кризиса у нас как любит президент делать он перед выборами повышает пенсии зарплаты короче начинает печатать пустые деньги чтобы людям стало типа жить лучше потом конечно через несколько месяцев законы экономики берут свое начинается жесточайший кризис как любит говорить наш президент жесточайший люди понимают что как бы все это фигня то есть все эти деньги обесцениваются начинается кризис растут коммуналка там все короче начинает расти и в одиннадцатом году вначале такой же был жесткий кризис то есть там валюту ограничили продажу валюты то есть нельзя было снять и дошло до того что вообще там был серьезный кризис деньги обесценивались просто на глазах люди просто их готовы были вкладывать во все что угодно то есть не то что там пока бытовую технику покупали или там автомобили что угодно там мебель а даже фишки в казино скупали то есть потому что это более надежные инвестиции чем белорусские рубли там огромная просто шмар вот алексея спросите он кофе но алексея как экономист я думаю этот конкретный момент кризиса одиннадцатого года разберет более хорошо прокомментирует ну да как обычно электоральная волна лукашенко было он залил рынок деньгами они ушли на биржу и на бирже начали высасывается доллары долларов у центрального банка нашего нет в отличие например от россии потому что у нас национальный банк многие россияне говорят что надо национализировать банк так вот у нас национализированный банк и из-за этого как раз таки всем плохо потому что национальный банк в данном случае зафиксировал курс валют у него просто не было денег столько долларов чтобы обеспечить курс он его законодательно зафиксировал это привело к появлению альтернативный альтернативных курсов которые росли там действительно за десятый год в несколько раз обесценился рубль то есть это привело к падению реальной покупательной способности белорусского рубля это значит что всех бюджетников они там получали по 500 стали получать по 150 я имею ввиду долларов сша люди естественно в таких условиях избавлялись от рубля в туда что еще не обесценилось скупали золото в этих банках которая продается потом в конце это уже к лету скупали сахар который еще по старой цене продавался мешками то есть был даже некоторый дефицит сахара в магазинах ну и так далее действительно люди просто бытовую технику особенно белорусскую типа холодильники атлант разбирали то есть все то что по крайней мере не так обесценилось как рубль что потом можно было перепродать в россии похожая ситуация была в четырнадцатом году когда люди штурмовали магазины электросилы когда русский российский рубль тоже падал в цене то есть вам вам должно быть это знакомо вот если что тогда продолжим алексей конкретно прокомментировал кризисы мы продолжим дальше вот эта волна кризиса в начале одиннадцатого года она совпала с второй волной репрессий то есть тогда если вы помните в апреле 12 апреля кажется насколько я помню это был взрыв в метро то есть представьте экономический кризис он нарастает и тут внезапно в беларуси ни с кем не воюющий в которой нет практически там мусульман каких-то экстремистов там отличие от россии там нет каких-то таких вещей всяких до которые свойственны там другим странам то есть тут все тихо спокойно хрустальный сосуд за стабильности как говорят этот происходит взрыв метро террористы до террористическая атака по сути дела вот именно в самый момент вот такой кризиса совпадение да как говорит один человек ну причем знаете наша правоохранительная система которая там годами не может найти ну и кого-нибудь там до опознать и что-то сделать она за сутки находит подозреваемых их за сутки находит лукашенко стухнул клоком сказал гадов найдем там подонков которые такое сделали им тут как бы жить я не будет и все через день находит оказывается два человека там ковалев и канавалов их допрашивают они во всем признаются в качестве причины они говорят что они хотели дестабилизировать ситуацию в стране то есть для этого они взрыв устроили потом как бы проходит суд их через где-то через год их расстреливают даже меньше всех приговаривают к высшей мере наказания и потом по-быстрому так казнят ну а дальше как бы кризис нарастает по спирали но это я так понимаю но это может быть мое чисто субъективное мнение это было создано для того чтобы частично вот как-то постараться нивелировать все кризисные явления как бы знаете теракты все это она сплочает нацию отвлекает внимание возможно я не прав конечно я не утверждаю но мы же по ним но мы-то понимаем потому что у меня нет доказательств для суда но мы понимаем скажем так поэтому я говорю что это мое всего лишь мнение вот и после этого естественно во всем была обвинена оппозиция хотя ковалев и канавалов они насколько я знаю не принадлежали никаким партиям по крайней мере об этом не слышал это не афишировалась но их приравняли к тому что вот эта оппозиция естественно началась волна зачистки этих правозащитных центров различных мониторинговых всяких агентств по политическим партиям еще прошлись по активистам то есть конфисковывали технику все там искали что тут понимаешь террором тут занимается оппозиция раскачивает ситуацию у нас и так кризиса они тут хотят все разрушить хрустальный сосуд раскачивают нельзя такого допустить естественно после того как вот десятый год было тут еще продолжение 11 есть такой жесточайший удар но кризис раскручивается и в летом происходит такое явление как хлопающие акции то есть там акция стоп бензин то есть цены на бензин решили поднять одномоментно на 30 процентов насколько я помню и это вызвало просто жесточайший протест опять таки люди выходили там перекрывали движения после этого власть их бы отменила это решение но они сделали для себя на будущее вывод вот как мы сейчас тоже видим что резко так цены поднимать нельзя вот при в прошлом году цену на бензин поднимали около там 30 раз в течение года по одной копеечки каждый месяц там или сколько каждую неделю что такое то есть то же самое но только не сразу а постепенно это такой урок я так понимаю власть наша сделала так вот там были жуткие бурления связанные с кризисом с этим взрывом потом там хлопающие акции то есть много людей задерживали арестовывали репрессировали много уехала и вот после этих всех акций к осени там 11 года наступила вот то что мы и и наблюдаем потом многие годы после этого до 17 до 2017 года то есть такая вот зачистка произошла затишье закончился политический сезон там была вычищена оппозиция понесла серьезный удар кадровый удар финансовый и после этого политическое движение умерло фактически в беларуси ну то есть системная позиция то которую вот мы привыкли видеть виде там партии разных общественных движений они вели себя достаточно вяло то есть компания 15 года она прошла спокойно потому что один из как бы главных таких наиболее известных и как его приписывают радикальный типа политик николай статкевич на тот момент еще сидел то есть он не вышел там все вот за площадь за и туда кандидаты в президенты их всех посадили ну кроме луки конечно оппозиционных имею ввиду санников получил насколько знаю там лет пять наверно статкевич по-моему 6 что такое то есть они они все сидели кого-то выпустили сразу быстро там кто-то пошел на сотрудничество с властью их выпустили там через очень короткий промежуток через несколько дней но в целом вот самые такие заводилы они сидели с павел северинец он по моему получил три года химии что-то такое ну или какой-то колодни и поселения что такое то есть вот в северине статкевич санников главное такие организаторы они получили сроки активисты тоже получили сроки то есть их изолировали и поэтому произошла такая зачистка и вот до семнадцатого до семнадцатого года до тунеядских маршей которые стали неожиданностью причем они во многом были до инициированы изначально запущенные оппозиции системной но это именно сработал фактор народа то есть это уже такое как бы новое явление немножко это не то что как раньше там партия дать во многом там была самоорганизация во многом оппозиция не ожидала сама что столько людей выйдет то есть они планировали акции думали что выйдет как всегда там 200 300 человек 500 а тут повываливала там прервов ши вышла тысяч человек это крупнейшая акция там с 91 года когда блокировали железную дорогу то есть тут вышло тысячи человек на 100 тысячный город ведь это этого не ожидал никто и оппозиция не смогла этим воспользоваться в итоге и вот после этого сейчас началась вторая волна то есть появилась появилась новая вот такое движение там если раньше это вот именно системная позиция этим руководила то сейчас появилась такое стало зарождаться гражданское общество именно люди не из политиков а вот с низов там блогеры появились которые возглавляли протест например вот максим филиппович он как бы стал одним из символов в семнадцатом году тунеядского протеста он тогда очень прославился там были другие там общество гомель петрухинс кабановым из бреста потом это как бы там другие движения разные появились там стоп завод и прочее но это уже какое другое дело и оборона куропат сейчас партии они тоже в таком себе вялом состоянии они еще не восстановились после разгрома десятого года потому что во вторых еще запад урезал сильно финансирование очень сильно поэтому большинство людей которые на этом зарабатывали они ушли то есть ну денег просто стало меньше кормовая база запад кормит оппозиции в россии тоже в том числе но в россии есть в россии есть и свои ресурсы какие-то там есть разные бизнес-кланы все а здесь оппозицию запад во многом кормит утина я прям растерялась почему говоря ну потому что у нас если из-за границы оппозиционер получает хоть рубль тут же вон награждают высоким званием иностранного агента и он вообще руки вяжут у нас тоже агенты их вот тоже повязали тогда и сейчас кого надо туда повяжут дело в том что у нас это звание как провокацию используют сама власть по факту люди не получают от запада ничего нет никаких грантов все выдумки открою страшную тайну а вы знаете кто главный грантополучатель в беларуси белорусское правительство она получает грантов гораздо больше чем оппозиции получалось именно гранты там на развитие демократии на развитие там экологических всяких инициатив на развитие толерантности ой мне нужен комментарий от алексея срочно это что действительно так алексей касательно финансирования но смотрите как надо определять иностранное финансирование есть фонды например фонд сороса фонд кохов и так далее и они действовали по всей территории у нас уже про сороса никто не помнит жидомасоны да так называемая говоря языком ватников это так что-то алексея со связью прерывая на нем ножки фонды они спонсируют не просто там протест меня слышно да сейчас да это у меня знаете как гранты получаются стандартно то есть там создается не некая инициатива какое-то движение там либо что такое создается бюджет бюджетная форма то есть там рассчитывается на что необходимы средства с какой целью отчетной за это все идет это не просто там дипломате привезли и выдали наличными тебе там пачку денег за это надо отвечать как ты их будешь распределять составлять бюджетную форму все это смету составлять критерии по которым будет оцениваться эффективность твоей деятельности вы не знали об этом да есть например ну я вообще не очень хотел это говорить в эфире о том как это происходит например есть в беларуси несколько организаций которые получают не небольшие суммы я просто хотел сказать что первых это все небольшие суммы во вторых целевые то есть там не просто берите деньги и там бузите там такого нету там есть конкретные программы когда это мероприятие и для того чтобы ну когда есть ресурс люди просто его используют могут использовать более радикально но это собственная инициатива как правило например вот у вас есть деньги для того чтобы вы проводили мероприятие просветительного характера а вы их использовали для того чтобы провести массовое мероприятие массовый митинг какой-нибудь но это ваша инициатива там нет такого что прямые деньги пошел провел но понятно но нам если вот про вот так вот говорить вот русским россиян тут же возникает тема вода все это проплаченные западными службами раскачивают лодку то есть как бы идет подтверждение того что у нас оппозиция не настоящая нет возмущения у народа происходящим а а просто это все пена которая исходит из рубежа за бабосики там променяли страну свою предатели на там 3 доллара это классика на самом деле главный революционер так то если говорить о россии это конечно путин на беларуси это лукашенко потому что именно они вызывают недовольство народа и раскачивают протест а деньги это просто топливо небольшое которое помогает потому что вот например есть активисты которые готовы там протестовать все но им чтоб приехать например надо оплатить проезд примеру если там человек много это же сколько там средств будет или там например символика флаги там печать листовок и прочее кажется мелочно например напечатать там 10000 листовок которые ну да даже для статичного города это не о чем вообще то есть это уже стоит определенных средств на самом деле деньги небольшие действительно и они идут там на всякие такие вот вещи как алексей сказал да то есть главный источник протеста это не деньги это не то что как некоторые думают как вот вата как пропаганда про кремлевская утверждает что вот госдеп дал деньги и все ну если госдеп бы дал там миллион долларов не знаю там навальному каком-нибудь что и из-за этого тысячи людей вышли протестовать то есть там выходит реально человек у которого зарплата там 15 тысяч рублей например в регионах где-то или 10 и горит не жрать нечего путин собака я иду там тебя убивать там нужными такое то что за деньги что это вы сделал понятно что причина другая просто деньги они помогают например рекламу закупать чтобы больше пиарить видео там определенные либо вот те же листовки либо там еще что-то флаги там все это подвозить там еду например это такое да я еще хотел сказать две вещи во первых если взять например бюджет того же там той же америки да то там на поддержку вот этих всех демократических партий так далее режимов мероприятий всего 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 тратится в год что-то около миллиарда долларов то есть на всю планету я честно ну в россии например наверно тратит в раз десять больше только на европу чтобы лоббировать свои интересы это просто ну как копейки вообще капли в море и второй момент который я хотел сказать это то что когда говорят о том что деньгами можно просто так сломать нормальный режим это чушь полная нужно сразу задавать вопрос таким ватникам а сколько нужно денег чтобы устроить майдан в сша пусть назовут цифру ну да и почему путина до сих пор его не устроил да пусть если деньгами все решается он купит там за миллиард или сколько людей пусть они устроят в вашингтоне погромы и оранжевую революцию и так далее в чем проблема а вот в чем алексей в том что тогда недвижимость в вашингтоне упадет там в америке вообще а недвижимость там скуплена российскими олигархами то есть дом путина подешевеет зачем путину такое делать если и сын медведева будет плохо жить дмитрий вы признаете что это возможно такое сделать и только не это невозможно это шутка просто хорошо мы углубились давайте вернемся в беларуси вот я уже забыла честно говоря мы как перешли к грантам то это все из-за меня извините меня говорили о том что неожиданно много вышло самоорганизация началась беларуси семнадцатом года и потом она исчезла то есть вот эта волна поднималась то есть чем суть там был введен так называемый налог на тунеядство этот налог был введен в пятнадцатом году 2015 2 апреля если не ошибаюсь тогда началась волна кризиса то есть вот мы знаем 14 год крым санкции в россии в конце 14 года осенью там сколько я помню до начался кризис у нас он обычно задержкой до нас докатывается там на несколько месяцев у нас и так начала вот 15 года кризис стал концу 14 начала 15 у нас начал кризис до нас докатываться то есть там в россии меньше денег меньше покупают товаров наших у нас на предприятиях там все становится сбывать некуда продукцию начинается как бы здесь бардак и у нас начался огромный спад кризис и прочее то есть до безработица стала расти и вот именно в этот самый светлый момент когда рабочих мест становится меньше объявили о том что тунеядцы должны оказывается платить 200 долларов в год государства за то что они безработные с какого это хрена непонятно вот представьте да то есть человеку ну вопрос за что жить как выжить да ему говорят ты собака еще 200 долларов должен то есть в то время как финляндии в какой-нибудь вводят там 500 евро пособие по безработицы да здесь говорят ты 200 должен заплатить за то что государство развалило всю эту экономику весь вот этот госсектор который тут огромный просто неэффективный он весь просто рухнул и вот за это ты должен платить но люди естественно возмутились потому что тут прям прямой нажим вот ты должен взять именно деньгами заплатить а кто не заплатит те 15 суток должны сидеть что такое и с обязательными этими как общественными работами то есть тебя будет возить две недели там на поля куда-то камни собирать нам короче ну это фактически как не знаю гулаг какой-то light версия естественно народ стал протестовать потому что ну куда уже дальше вышло много людей в одном городе в другом третьем оппозиция тоже как бы свободные сми об этом говорили государственные сми об этом замалчивали либо говорили что налог на принятство это хорошо это очень полезно нельзя там дармоедов кормить и прочее все должны работать непонятно где правда и за какие деньги но но должны ну вот после этого когда стал народ выходить лука понял что он перегнул видимо до ошибся что так в лоб давить нельзя и уже где-то через ну то есть там пятнадцатом году ввели ну там дали срок что это концу шестнадцатого года только там надо будет это платить то есть дали людям якобы возможность там устроиться найти работу и прочее в шестнадцатом году они рассчитывали что вот эти 500 тысяч на считали тунеядцев 500 тысяч дармоедов должны заплатить из них только десятая часть там 54 тысячи по моему только к ноябрю 2016 года реально пошли в налоговую сдались добровольно и заплатили им там за это обещали скидку какую-то что там 50 процентов скинуть что такое если ты придешь добровольно в налоговую скажешь что ты дармоед и заплатишь и стандармоедов искали да но это такая вот удочка на дурака они сказали мы всех найдем и всех жесточайше покараем анально естественно они мало кого нашли они нашли 500 тысяч человек непонятно как то есть там реально приходили эти листовки о том что вы дармоед людям которые умерли в 2000 году например да вот так вот человек умер был такой случай в 2000 году а ему в 2017 в конце 16 пришла листовка о том что вы тунеядец и обязаны заплатить налог тут как говорится и за некромантом не ходи понятно что мама разуму власти пошел конкретный вот и после того как пошли эти протесты там видимо поняли что они немножко перегнули лукашенко сделал ход сначала он кинул небольшой пряник он сказал что я не отменяю но я замораживаю действие декрета и теперь платить ничего не надо пока что это кажется 9 марта было потом ближе вот к дню воли это 25 марта такой праздник главный оппозиционный день воли там значит к этому к этой дате готовилась главное такое грант выступления всех создавали оппозиционеры в минск на площадь чтобы выйти показать вот силу свою протест против власти то есть отметить день воли таким протестом показать что у нас много что мы как бы сильны и прочее до этого лука ведь действовал сначала вяло достаточно но где-то вот после 15 марта он начал просто ну видимо дали приказ защищать там в могилёве акция потом в минске была акция недормоедская вторая по счету там людей уже стали брать лидеров протеста то есть всех активистов практически наиболее известных похватали кого в тюрьму кого ну то есть там на сутки ввс кого в психушку там пару человек закинули то есть не особо как советском союзе но такое было пару человек там по каким-то причинам что якобы у них там не все совсем порядке на несколько дней закинули туда потом выпустили правда да и кого-то изолировали там ну то есть ну и говорили так что я либо ты сидишь дома либо если ты идешь мы тебя задерживаем такое и некоторые люди сидели дома вынуждены были не участвовать потом что еще вот началась такая зачистка и 25 марта произошла такая как бы ну грандиозная зачистка то есть там стянули технику для разбурения баррикад такую со такими лопатами знаете клик ли нам таким с водометами там чуть ли не военная техника омон в полной выкладке там глушение связи использовали то есть там просто власть показала свою силу там задержали очень много человек тоже человек наверно может 700 что-то такое много попало на сутки множество штрафов то есть с одной стороны лука показал что прямо сейчас деньги платить не надо то есть кинул небольшой пряничек такой маленький черствый такой замшелый на пряничек а с другой стороны он показал кнут большой такой толстый кнут и все то есть типа если вы будете продолжать вы будете получать а если нет то вам как бы ничего не будет и после этого волна быстро спала дальше как бы потеплело там огороды начались а у нас как известно пока пульбочку не выкопаешь революцию в беларуси ты не сделаешь никак народ народ рассосался да народ потом рассосался постепенно все это начало спадать спадать волна и когда потом отменили этот третий декрет это был так называемый декрет номер три а социальных иждивенцах и но через некоторое время ввели декрет номер один то есть это тот же самый декрет по сути дела только в другой форме то есть если вначале надо было деньгами платить то в декрете номер один была другая формулировка это якобы там для стимулирования занятости что-то такое и там ты не должен напрямую деньги платить а там дармоеды так называемая кто зачислен туда они будут платить полную стоимость за коммуналку и в перспективе там предполагалось что полную стоимость за медицину в общем социальные льготы убирают то есть ты типа не работаешь ты не платишь налоги государства и соответственно тебе не будет льготы доставаться да там которая на жкх бесплатная медицина тебя не касается потому что они оплачиваются с налогов а раз ты их не платишь значит это как бы не про тебя вот такая система и сказали что это будет еще с задержкой то есть только с девятнадцатого года то есть восемнадцатый год весь полностью проходит гладко декрет введен номер один но он не действует с него одну из тебя как бы не взимают ничего то есть только с 19 года с 1 января 19 он начинает действовать вот поэтому люди сидели тихо не особо не было таких протестов свободные профсоюзы попытались вывести людей на санкционированный митинг 1 мая в 2018 года в киевском сквере минска это возле кинотеатра киев поэтому он так называется вот но там пришло около 200 человек то есть людям уже было не интересно уже не было того запала этого протеста и после этого опять начала немножко волна политическая спадать там потом появилась другая тема брестки это аккумуляторный завод в бресте но это локальные темы светлогорск потом в минске на кольцевой на куропатах там построили ресторан запустили то есть его уже поедем поедим это тоже стало точками протеста определенно да это мемориал это мемориал но этот мемориал то есть вот эта история с куропатами и и не надо недооценивать восемьдесят восьмом году именно этот мемориал стал одной из как бы источник которые повлияли на выход белоруссии советского союза то есть это туда были грандиозные акции и это просто было шоком как это так коммунисты светлые вот эти марксисты ленинцы которые как бы все хорошее только делали они оказывается расстреливали людей как же так неужели получается советской идеологии она лживая что ли и коммунисты и нквадисты это убийцы они благодетели как же так а зачем тогда в союзе быть и как же тогда быть коммунистом когда вот это палачи то есть это на народ повлияло туда подкосила идеологию а сейчас вот то что произошло после заявления активируем эту опцию объединения вышли на протест на протест и выходили люди периодически ну то есть как в интернете тема это бурлит постоянно ее поднимают независимые смитом белсат радио свобода они постоянно эту тему начали с конца прошлого года муссировать и поднимать что все говорили тогда что сейчас под новый год восемнадцатом году лукашенко путину беларусь даст все он подписал договор надо ждать выступление предновогодние лукашенко он там что-то скажет важное но ничего он важного не сказал все прошло тихо но как бы заговор какой-то состоялся в кремле поэтому все ждут как это разрешится потом там говорили к лету что двадцатого или там кода 25 июня будет подписаны какие-то соглашения и беларусь там перестанет существовать то есть пугали таким а потом эту дату перенесли вот сейчас на 8 декабря 2019 года то есть это знаете мне напоминает как конец света то говорили там 99 году то наступит конец света потом в 2000 нам там потом 2012 индейцы майя предсказали там земля налетит на небесную ось и проще то есть вот это тоже концы света назначают они не сбываются также с интеграциями то есть у нас подписан договор уже 20 лет и тут говорят вот 8 декабря там страна перестанет существовать хотя что произойдет 8 декабря начинаешь читать конкретно будет подписано дорожная карта в которой расписано о том как будет интегрироваться интеграционные процессы по интеграции то есть ну ни о чем не это я просто как условно говорить там сказали будет подписаны какие-то договора возможно там единый налоговый кодекс единый там таможенные какие-то соглашения таможенный кодекс но как говорят эксперты все эти кодексы они там очень сложные они составляют там десятки сотни тысяч страниц и пунктов разных и они не могут быть просто физически согласованы за столь короткий срок это как минимум требует несколько лет то есть раньше там 2022 года какого-нибудь единая система она так не не сможет возникнуть то есть понятно что оппозиция оппозиция смотрите или на позиции оппозиция как раз таки считает наоборот что будет и оппозиция эту тему подогревает я считаю что правильно все таки потому что общество наше спало то есть они пытаются сейчас достучаться до простых граждан то что понимаете вот эту тему интеграции она в основном интересует политизированную часть общества национале националистическую потому что люди боятся а простому рабочему васе слесарю ему важно сколько он будет получать его зарплата ему пофиг как-то на какую-то интеграцию если его и волнует интеграция то в контексте он будет больше получать либо меньше если больше так давайте интеграцию а если меньше то он наверное да не надо вот так оппозиция пытается достучаться до простых людей и объяснить им в том числе почему нам не нужна интеграция что в этом плохого потому что простые люди они не особо понимают какой вред от этого будет либо польза либо что-то еще так что тема я считаю хорошая с тем что они пытаются вот это движение сделать плохого в этом по крайней мере ничего потому что лучше как бы перестараться чем чем нет и например я тоже считаю что этот договор союзном государстве необходимо было расторгать потому что зачем он висит просто над нами как такой ну какой-то недавно когда моклов меч возможно либо как что-то еще там как как чан с говном над головой который может опрокинуться в любой момент то есть приятного здесь ничего потому что пока это соглашение есть а вдруг она действительно когда-то будет реализовано если не при режиме лукашенко ту после его падения например лучше избавиться от этого чтоб не было этого договора как-то алексей думаешь как ты смотришь на договора союзным государством ну и как я уже сказал мне больше беспокоит тот указ о котором я говорил ранее и второе по беспокойству меня волнует так 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 называемое о дкб то есть этот момент меня больше всего военные дела а экономическая интеграция она ничего не стоит потому что на самом деле эти все договоренности не работают когда нужно они работают они когда нужно почти каждый год то сахар у нас неправильно это молочные продукты то мясо испорчено и так далее то есть когда нужно выжимать какие-то преференции то вдруг все эти договоренности перестают работать подождите но речь же сейчас не идет об экономическом сотрудничестве к сожалению то что планирует путин это как раз уничтожение беларусь как государство и для простого обывателя это должно звучать как оскорбление но почему то все спокойно вот сколько людей было на протестной акции вы имеете ввиду конкретно протестную акцию 6 октября то есть вот конкретно акции именно за независимость беларуси то есть смотрите вот я сейчас уже плавно дошел на фоне вот этой всей волны после прошлого года где-то вот к середине этого года появилось такое движение так называемая конституция бел свежий ветер еще называется то есть это движение там несколько человек организовали числов мацкевич там еще помог тот третий человек не помню фамилию они как бы главное заводила но оно такое децентрализованное и оно такое не радикальное совсем год и сейчас это движение на слуху об этом говорят это движение за независимость беларуси за расторжение этих все договоренности но та акция которая прошла 6 октября она была организована немножко другими силами то есть там и организовали конкретно статкевич и николай статкевич и лидер народной громады социал демократической партии и и павел северинец лидер не зарегистрированный пока партии бхд белорусская христианская демократия то есть самые разные силы северинец правоцентрист а статкевич он такой ну левый может сказать левоцентрист умеренный левый вот хотя его считают чуть ли не там наиболее радикальным политиком таким беларуси жестким но из тех которые сейчас присутствует здесь вот они как бы наиболее крупные лица там были ну естественно там другие всякие люди молодой фронт присутствовал там организация такая там порвали портрет путина там были лозунги за независимость беларуси я там присутствовал стримил тоже выкрикивал эти лозунги так что я знаю как что-то происходило смотрел плюс это все на фоне выборов это было организовано как пикет то есть последние дни 6 седьмого числа октября это последние дни легально которые можно использовать бесплатно там стоять пикетировать по сбору подписи потому что сейчас у нас идет выборы в парламент ну так называемая в кавычках все выборов у нас нет в парламент они не признаны там с тех пор как разогнали верховный совет не европой там никем кроме лукой кроме луки вот но тем не менее компания есть предвыборная я кстати тоже участвую в этой предвыборной кампании сейчас мои документы на регистрации я жду зарегистрирует меня или нет кандидатом в парламент либо либо нет так что посмотрим я участвовал в пикетах но я не являюсь членом партии этой громады они приняли решение такой в качестве символической акции 6 числа сжечь свои вот эти свидетельства членов инициативной группы знак протеста то есть они по пикетировали тут последние дни они сказали все дальше мы не участвуем мы снимаем своих кандидатов всех с этих выборов знак протеста и публично сжигаем вот эти документы боже мой ничего себе понимая поскольку я не различают какие-то политические течения и чем отличается христианская партия там от какой-то другой мне все время кажется что вся оппозиция беларусь имеет националистически не совсем вообще у нас сейчас насколько я знаю зарегистрировано что-то около там 12 или 15 партий самое разное есть там есть и правые и левые то есть есть например коммунисты которые тоже считаются оппозиционными как справедливый мир коммунистическая партия есть кпб про про государственная коммунистическая партия есть оппозиционные справедливый мир калякин а вот там они насколько я знаю выступают они не против интеграции то есть тот же калякин он заявлял что не так давно в интервью что они никогда никогда не были против интеграции гуманисты эти то есть ну сказать что вот это националисты не знаю но большинство конечно оппозиции белорусской они до в той или иной степени националистичные они считают флагом своим ну я в том числе тоже бело-красно-белый флаг то есть флаг бнр который появился в семнадцатом году когда распалась российская империя это был флаг первый независимый белорусин так называемый белорусской народной республики которая проще существовало недолго меньше года потом этот флаг возрождался в разные периоды и когда в девяносто первом году беларусь обрела независимость от советского союза это был официальный флаг и герб беларуси был погоня то есть но этот всадник такой с мечом этот герб был до 95 года пока лукашенко не провел референдум и не вернул по сути дела вот этот красно-зеленый это по сути дела флаг бсср немножко модифицированный так называемый закат над болотом этот красно-зеленый флаг и герб в виде венка при болел немножко от погоды что хотите стать что уровне власти выборы выборы парламент нет не в местные советы это в парламенте швы республиканский до республиканский было бы интересно понаблюдать за этим алексей как нибудь будешь комментировать вот эту часть разговора но жду комментировать я только за сейчас парламенте два человека из оппозиции но причем их причем лукашенко их назначил своим скажем так благоволением то есть он до этого на предыдущих выборах вообще никого не допускала потом он сказал ладно давайте 2 запустите чтоб мы европе сказали что у нас демократия ну смотрите два оппозиционера есть значит нас демократии из 110 алексей алексей до полного счастья не хватает чтобы эти две женщины были темнокожими лесбиянка это было бы очень временными причем временными ветеранами до тогда это было бы очень по европейский толерант ну тут можно много чего говорить на самом деле даже не знаю куда ткнуться могу сказать только то что ну я лично не верю вот это объединение она она все равно экономическая вот например рассматривается проект единого налогового кодекса но тоже абсолютно экономический проект объединения то есть тут нельзя говорить что это чисто политически политически это когда конкретно лукашенко потеряет власть на этой территории то есть когда власть будет у какого-то союзного органа которые объединяющий орган но такого никогда не произойдет и поэтому лукашенко согласился на такое объединение но то которое сейчас происходит по стандартизации налогового кодекса и там еще какой-то один был таможен я сейчас не вспомню таможенный там и судебный то есть я просто повторю свой тезис о том что лукашенко решил сменить конфигурацию имитации в объединении просто а зачем делать двум разным странам одинаковый налоговый кодекс если деньги то бишь налоги идут в казну разных государств не означает ли это что казна нет нет это делается для того чтобы ну якобы это делается для того чтобы все вся торговля которая идет между россией и беларуси и она не заставляла предпринимателей вести двойную бухгалтерию проще налоги брать с тех кто взаимодействует кстати хочу беларусь дешевой вкусной еды или ее уже нет больше у вас по сравнению с чем до дешевая то есть я я уже говорил что белорусские продукты может они лучше российских но уступают польским например ну хорошо у меня значит я все не добьюсь никак ответа на вопрос сколько людей пришло на эту протестацию было человек 100 человек всего в этот же момент или вышло 10000 за независимость против зеленского но почему-то как-то это прозвучало потому что седьмого числа путин сделал заявление что якобы нет нет мы не будем объединяться у нас и так все нормально пришлось ему как-то комментировать так я думала там хотя бы пару тысяч собралось 100 человек но все-таки это такая акция очень маленькая не весьма большая до 100 человек конкретно активистов и перед этим ну понимаете как людей было бы гораздо больше ожидалось до 500 человек однако произошло несколько событий которые в комплексе в том числе снизили количество людей первый самый такой слабый фактор и об назвал это погода погода выдалась очень холодная было там что-то около чуть ли не около нуля там пару градусов тепла только это первое на в на морозе на таком на холоде на ледяном ветре пронизывающим стоять не очень-то хорошо это первое второе это то что большинство сми крупных оппозиционных так называемых свободных она не дала анонс загодя этого мероприятия и большинство блогеров том числе политических они проигнорировали это мероприятие только пару человек вот я точно дал анонс но у меня очень маленький канал у меня все там две семьсот тысячи вот так вот и более крупный блогер двадцати тысячник но для беларуси это много умножьте где-то на 8 на 10 вот так получите в масштабах россии сколько это вот этот блогер анонсировал страна для жизни так называемый сергей тихановский его зовут он анонсировал тоже это мероприятие что он придет и пришел до больше я не слышал чтобы кто-то серьезно так анонсировал мероприятие заранее говорил там за несколько дней что будет что-то такое что но туда пришли и радио свобода и белсад пришли и кто-то еще там был значит и блогеры и сми но они заранее не говорили потому что и они боялись что их обвинят потом внизу в том что они анонсировали как бы несанкционированное мероприятие за это получит крупный штраф поэтому не решили подстраховаться то есть много людей не знала что будет акция хотя она уже была известна они давно там со второй половины сентября смотрите как с точки зрения нас и как бы по закону да она была санкционирована потому что это в рамках пикета по сбору подписей но с точки зрения власти они это могли расценить как митинг то есть как нарушение законодательства что это никакой не пикет по сбору подписей а это полноценная там акция массовое мероприятие то есть понимаете у нас закон толкуется вот как как истолкуешь так и будет так вот и дело в том что я еще не назвал еще один фактор который прольет на этот уже свет за день где-то до этого был слит через крупнейший телеграм-канал то есть крупный блогер такой никто есть у него наибольшая думаю аудитория там больше 200 тысяч подписчиков то есть в масштабе беларуси это очень много это крупнейший полит социально-политический блогер ему слили из мвд документ на несколько страниц где было написано по поводу того какие меры будет приниматься властями против вот этой акции то есть эта акция там фигурировала как незаконный митинг будет при будет использована около там тысячи и пятидесяти летом тысячи сорока пяти ментов омоновцы там в полной выкладке и прочее то есть короче но они рассчитывали что там будет больше людей это вот этот документ вкупе с двумя предыдущими факторами то есть вот это вот третий такой фактор они вот эти все факторы и сыграли роль того что пришел почему пришло 100 человек то есть ожидалось что как минимум 500 там где-то будет но холод отсутствие заранее анонса качественного и плюс еще запугивающие вот такая устрашающий документ о том что там будет куча ментов там омон и прочее и это незаконная акция а не разрешенный какой-то пикет и там если что вас схватит но это подразумевается до что у вас могут схватить и наказать естественно это запугало народ народа пришло меньше гораздо хотя по факту там ничего такого не произошло ментов действительно было много но не 1045 по крайней мере я столько не видел может быть там тоже пару сотен что такое всего ну по факту задержали одного человека только как раз вот этого сергея тихановского страна для жизни его ну он сказал что вот мы с ним пересекались я вел стрим меня смотрел отец 150 человек онлайн на тот момент для меня это много для моего канала это персональный такой рекорд а он сказал у него смотрела его с 1000 по моему 140 или что такое человек онлайн то есть трансляцию его он тоже вел трансляцию качественную такую там с камерой ну то есть такой человек он там не знаю съемками занимался у него там своя продакшн студия он профессионал вот и у него больше 20 тысяч подписчиков 21 22 тысячи сейчас вот его задержали после митинга формальная причина придрались гаишники к машине все они сказали что у него неуплаченные штрафы машина на российских номерах она принадлежит не ему а какой-то фирме там и он сказал что это как бы не моя машина мало ли кто там что получал какие штрафы я об этом ничего не знаю поэтому машину задерживать а меня-то чего вы везете в ровод и когда приехали в ровод и они там придумали другую причину что якобы эта машина возможно числится в угоне что-то такое короче но он об этом объявлял то есть все знали видели что он там и потом видимо был дан приказ его отпустить ему там я так понимаю выписали штраф какой-то вот в понедельник 14 он призвал всех поддержать его приехать туда гаи на держинского 3 в минск я тоже планирую приехать поддержать так что там будем смотреть что как я так понимаю да ему выписали штраф он потом выпустил там видео с объяснениями что как было они этапами испугались его давить потому что выборы все это и это было широко анонсировано то есть не решили пока не трогать запугали немножко скажем показали ему что ты там это гляди если что мы знаем что делать ну вот по этой акции так что мы ничего не можем сделать поскольку на подкорме у режима вот эти перус гвардейцы всякие у вас кгб лютует тоже белорусы они же понимают что происходит за свою зарплату бьются не нажить и на смерть непонятно как в этих обстоятельствах в общем то надеяться на лучшую участь смотрите 7 числа это уже действительно последний день для сдачи документов понедельник это был 7 октября прошел еще последний пикет европейской беларуси но это общественная организация гражданской компании европейская беларусь это не партия но тем не менее вот они провели пикет там и анархисты потом туда пришли возле минске возле отеля мариот там планировался так называемый минский диалог там иностранцев очень много приехала и они под вот этим под окнами отеля этого провели тоже под видом пикета вот свое мероприятие я там не участвовал потому что ну я воскресенье возвращался как раз домой и только под утро где-то ночью был дома и у меня не было возможности сразу же ехать потом обратно туда так что я не стал надо было и спать тоже иногда вот так что я там лично не участвовал но я смотрел отчеты фото видео оттуда там значит пришли анархисты такие с гримом как у джокера с такими нарисованными улыбками все они этим и решили показать таким перформансом как они и общество белорусское видит ментов вот это все как и бешен и вот эту наволочь там всякое такое ну и ничего там не прошло насколько я знаю то есть там никого по мы не задерживали даже вполне возможно и все вот на этом последние протестные акции закончились дальше на неделе на этой состоялась пресс-конференция этой вот компании свежий ветер конституция бел там они рассказывали о том каким образом они собираются отстоять мирно с помощью законных путей преимущественно там через интернет с помощью мемов там и прочего таких вещей отстоять независимость беларуси но как бы намекнули что каждый может своим способом действовать как хочет то есть они не призывают к радикализму экстремизму но если кто-то хочет то почему бы нет но они ответственность на себя не беру все боятся ответственность короче пульных мало но буйных мало тем более что с другой стороны туда понимаете вот давно уже идет спор сейчас на фоне того как наши в наши власти российские белорусские подавляют эффективно протесты идет спор о том что лучше централизация либо децентрализация какой должен быть протест с вождем типа там навального или статкевича который на себя берет ответственность за все либо должна быть сама организация народа полностью децентрализованные как анархисты действуют по такому принципу какие-то мелкие закрытые группы боевые отряды там что-то такое и все спорят они говорят нет с лидером нельзя лидера кгб мвд быстро схватит и весь ваш протест захлебнется его там арестуют а другие говорят так как без лидера а люди сами народ не организуются народ будет стоять кто-то должен всегда принимать ответственность на себя и кто-то должен быть последней инстанции должна быть субординация определенная то один говорит пойдем туда другой скажет туда те же кгбшные провокаторы они этот протест как лебедь и рак и щука во все стороны и никто не знает как действовать надо и так плохо и так плохо правды между этим правда как там говорит истина она где-то рядом всегда вот где-то между двумя этими полюсами но белорусы славятся своим партизанским прошлым насколько вероятно такой путь развития протеста вот действительно хотя условиях когда охранка везде трудно предположить давайте обсуждать а я не знаю алексей да алексей скажите алексей пойдем поезда спускать с рельсов нет ни об этом речь но все равно условия когда любая общественная организация задавлена властями ну как люди могут объединяться вот у нас тут попытались создавать профсоюзы мало что тоже получается громят их по полной программе у вас профсоюзы работают как у нас есть государственные профсоюзы ну то есть подконтрольное государству в которой заставляют всех работников а есть свободные профсоюзы так называемые один из крупнейших из них которым кстати я тоже состою я числюсь профсоюзе рэп это профсоюз радиоэлектронной промышленности так называемый то есть там могут состоять не только работники какой-то радиоэлектронной промышленности но все в том числе и безработные временно там такое вот профсоюзы свободные есть это одни из тоже таких достаточно живых организаций наиболее живых то есть там много активных членов то есть партии наши чем сейчас славится в отрицательном смысле что вообще для регистрации партии необходимо 1000 человек до партии эти старые они были зарегистрированы давно еще в начале нулевых по моему с 2005 года ни одной партии не зарегистрировано больше было беру беларуси официально вот так вот тех пор нет не в этом дело там нет там просто законодательные проволочки то там адреса юридического нет то там какие-то ошибки то еще что-то находят в общем всякие косяки дело не в этом просто даже те старые партии у которых 1000 на бумаге есть в реальности там тысячи человек живых нет реально в этих партиях 40 50 активистов живых которые действуют и что-то делают хотя на бумаге числится там две три пять тысяч так вот например профсоюзы в них действительно фактически ну большая часть там половина может быть это живые активисты которые действительно действуют там что-то делают вот я бы сказал так профсоюзы есть но их влияние не настолько огромна как некоторые думают в 2001 году когда еще не задавили окончательно официальные профсоюзы тогда была допущена я считаю такая ошибка запад сделал ставку на то что руководитель этих профсоюзов тогда это был гончарик он сможет задавить луку там составить конкуренцию крупную и другой оппозиционный тогда политик семён домаш по-моему его звали он снял свою кандидатуру в 2001 году с президентских выборов в пользу гончарика а гончарик по факту он такой полудохлый оказался вялый достаточно ну то есть харизмы у него 0 абсолютно если не сказать отрицательный он такой вялый он не готов возглавить народ хуже хуже гораздо типа типа ельцина самых поздних времен но только такой немножко по-другому выглядит он просто так вяло монотонно говорит то есть у него нет нет харизмы никакой и запад просто переоценил роль профсоюзов то есть профсоюзы в беларуси это не профсоюзы там на западе где-то это не то что вот они считают там trade union там это вот прям сила вот они там на рабочих поднимут нет это даже тогда это было уже не то а потом естественно после вот этого случая лука подмял и профсоюзы полностью под себя там теперь лояльный человек эти профсоюзы они не защищают уже давно интересы работников увы и ах ну то есть какая-то сложилась безвыгодная ситуация что у вас что у нас просто приходишь в отчаянии я не знаю может вячеслав а сможет ты скажешь пару слов что алексей там отвлекся хочу мне сказать пару слов все очень печально как по мне как соседу беларуси посетству живем как говорится все очень печально так мне кажется моя все-таки оптимист и надеюсь что все будет хорошо в беларуси и я не верю что беларусь объединится с россией не верю в это все таки беларусь это народ который чувствует собственное достоинство и он не позволит так себя пустить слушай ну уже позволил слав ну не позволил это все игры на верхах до согласен согласен это игры на верхах лена что вы занимаетесь ерундой обращайте внимание на какие-то вот у это унифицировать налоговые законы что налоговые ну это правильно лукашенко это играет будьте есть как говорится белорусские креветки до конца века теперь и все это прикольно я не против налоговые унификации нужно можно я напомню об одном разговоре который был чуть более чем полгода назад это когда бы было ближе к лету был стрим когда мы говорили о том что беларусь россии поругались там лукашенко сильно поругался с москвой там что-то снова запретили какие-то вагоны с едой скандал большой и так далее лукашенко там уже там чуть ли не западом стал ручкаться это было чуть более полугода назад я тогда сказал что скоро зима ближе к зиме вы снова увидите лучших друзей обнимашки и так далее потому что ближе к зиме подходят новые газовые контракты на следующий год то есть это просто цикл который происходит каждый год наступает декабрь-ноябрь мы лучшие друзья наступает май июнь мы враги периоды либерализации чередуются с периодами обострения весеннего там осеннего к полу да просто ну возможно ставки растут то есть каждый раз риторика все более все объемлющее но в целом по большому счету ничего не меняется вот на мой взгляд самый серьезный шаг назад был он гораздо серьезнее чем те попытки объединения которые происходят сейчас это то что граница стала снова закрытой то есть вот когда открытая граница это было действительно сильный такой шаг вперед объединение но сейчас границу закрыли и пока она закрыта о каком можно объединение говорить закрыт закрылись россии да да то есть раньше в десятом году я без паспорта спокойно мог ехать в москву на машине даже а сейчас что сейчас нужен паспорт потому что остановят ну говорят в москве менты так проверяю постоянно паспорта мой паспорт должен быть белорусским обязательно естественно его проверяют но это вообще алексей фишка такая россии то есть у нас например менты у них не принято документы просто так проверять на улице то есть например у меня просто так документы никто не проверял никогда только если тебя там где-то задерживают на ком-то митинге река за счета там да конечно документы все а так вот как показывают в москве там например менты идут увидели кого-нибудь вашей документики покажите у нас такого как-то не принято нет я имею ввиду конкретно на границе то есть пограничный контроль вот например когда едешь по европе там на границе между странами на на федеральных трассах этих стоят патрули и выборочно могут остановить проверить водитель а вот и у нас с белорусской стороны когда едешь из россии тоже такой вот когда едешь в россию то на границе обязательно остановят и всех проверять поголовно у меня такого опыта нету в каком состоянии граница с украиной закрыта ну то есть там проверяют она такой серьезно охраняется там штампики доставит там пропускные пункты есть там ставят штампики пересечении границ можно проехать по проселку в украину где-нибудь найти местечко и по проселочку тут я не могу посоветовать кстати говоря это на спросить у тех кто поблизости живет я кстати говоря и в россии это ни разу не был хотя я живу буквально ну только 50 60 километров от россии буквально возле границы я никогда не был в смоленск даже не есть вот как то не было смысла то есть там не было каких-то знакомых обязательно обязательно посетите смоленск действует очень отрезвляюще до смысле начинает казаться что лукашенко молодец вот поэтому наверх я я отрезвомыслище алексей мне не нужны наглядные такие примеры видеть все своими глазами я могу представить с помощью воображения то есть я как бы эти вещи знаю поэтому мне не было необходимости есть я понимаю о чем идет речь что некоторые белорусы воевали на донбассе по многие воевали но там соотношение с обоих сторон за днр больше и за лнр за украину меньше насколько я вот знаю по подсчетам там была где-то статистика недавно выходила статья там было написано поскольку человек с каждой стороны там по несколько сотен по моему официально это сколько известно которые воевали и за ту и за другую сторону и сейчас и сейчас белорусы воюют в днр и там меньше наверное а вот за украину еще воюет достаточное количество есть даже целый отряд отряд погоня так называемый до отряд погоня батальон национальный как он там называется там воюет белорусы преимущественно может они тренируются ну естественно что опыт боевой же он не пропадет естественно что они мечтают о том чтобы и у нас свобода была естественно что украина используется для того чтобы получали люди определенные боевой опыт но естественно как бы об этом тоже знает не только мы с вами знаем как бы об этом знает тоже очень хорошо и она пытается с этим бороться то есть как только начался донбасс и крым лукашенко эту фишку сразу просек был через несколько месяцев как и в казахстане тоже принят закон о наемничестве вот этот то есть тех кто туда ездил о ком стало известно что они даже не за деньги а бесплатно участвовали в военном конфликте то наказание там до нескольких лет тюрьмы но этот закон работает 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 он тех кто участвовал кого выявляют тем естественно приезжает кгб и там им дают 40 насчет того все или нет я не могу сказать по моему не все некоторых там пытаются вербовать для того чтобы они снабжали информации скажем так стали информаторами и говорили о том что происходит там внутри этих тусовок то есть выходили статьи не знаю насколько им стоит верить выходили статьи на эту тему интервью с такими вот людьми понятно но эти наши оказались хитрее них утилизируют где-нибудь в сирии других местах и более того направляют мне кажется вот с таким опытом люди будут в итоге выставлены когда-нибудь против оппозиции стопудно потому что они все провластные такие придурковатые большей частью поэтому скорее всего не все я же говорю что за за украину тоже большое количество белорусские националисты они поддерживают украину и воюют в том числе за украину придурки не воюют там люди с честью и с достоинством а я говорю о тех которые были на ВЛНР и ДНР так на самом деле смотрите Елена на самом деле таких вот людей просто без боевого опыта достаточное количество то есть вот эти ватники так называемые типа тех моторол гиви и прочих вот таких маргиналов они есть в каждом городе такие люди просто пока сейчас действует власть они на дне где-то они не светятся но как только например падает власть начинается такой период какой-то там не знаю как сказать там анакратии или чего когда нет сильной власти то есть такой раздрай и как это сказать ну как был в четырнадцатом году когда януковича свергли вроде президента нет вроде там какой-то исполняющий на его не все признают то есть такое вот межсезонье политическое такое и когда приходят боевики снабжают оружием то есть приезжает фейсбшники привозят оружие вот таким маргиналом привозят там им водку и говорят вот теперь вы ребята тут будете русский мир строить кто хочет русский мир строить хотите вот на держи тебя калаш идите захватывайте там комендатуру там что-нибудь здание занимайте и все вы тут короли делайте что хотите это ваша типа земля и вот они начинают ходить как во времена там войны с немцами когда пришли там немцы тут копа и появились такие вот товарищи там как я читал историю был какой-то учитель сельский такой себе мирный человек спокойный как бы никого не трогал в мухи не обидит пришли немцы он записался в полицаи и стал мстить всем кто ему там начиная с детства что-то сделал там расстреливать казнить и прочее точно такие с маниакальными какими-то наклонностями такие вот персонажа наташа наташа просится стрим я слышал позволить и не добавлю ее а вы продолжаете вот хотелось пару слов дмитрий если это можно конечно вы сами решать и будете ли вы отвечать немножко подробнее о себе рассказать вот как вы никто вы по профессии сколько вам лет там почему вы решили все таки баллотироваться по первых понятно во первых почему именно участвовать я решил не то что баллотироваться мы знаем что у нас нет выборов но у нас есть и предвыборная компания то есть неважно ты участвуешь либо нет но компания все равно будет проходить в чем суть буквально до этого в августе был принят так называемый закон об отсрочках студенческий то есть студентов лишают второе срочки то есть вот ты например там поступил после топку девятого десятого класса в пт.у. или в какой-нибудь училище на среднеспециальное заведение отучился ты получаешь отсрочку но потом когда ты закончишь даже если ты поступил выше это все равно должен будешь идти служить либо если ты там выше я поступал то ты потом в магистратуру там куда-то не сможешь пойти ты должен обязательно отслужить а потом ты возвращайся и уже иди вот студенты были против естественно и на словах и там и протесты начались так вот а у нас сейчас такая была принята в прошлом году редакция закона о массовых мероприятиях что за массовые мероприятия их надо санкционировать и платить большие деньги за охрану там милиции и скорой помощи то есть просто митинговать невыгодно у нас экономически там просто огромное надо суммы платить там тысячи долларов так смотрите все равно авто второе второе заново еще оплачивать второй раз получается так вот смотрите в чем суть а вот эта предвыборная компания она позволяет абсолютно легально бесплатно стоять даже заявлять не надо то есть не по заявительному принципу а вообще там определяется список мест где запрещено пикетировать а во всех остальных местах ты можешь стоять с пикетом да естественно что можно использовать там для какой-то частичной агитации то есть агитация официально запрещена но можно из-под полы скажем так определенные правила там нарушать и это кстати делали многие кандидаты то есть по сути ты получаешь бесплатную площадку где ты можешь свои идеи продвигать в том числе там за отсрочки там за за независимость за все что угодно вот поэтому я считаю такими вещами надо пользоваться особенно когда ты находишься в такой ситуации то есть я стоял лично отстоял 9 пикетов своих собственных ворши там с флагом с флагами по чб флагом национальным там с флагом где погоня на красном фоне то есть это такой флаг вкл сейчас его использует белорусский национальный конгресс этот флаг потом последние пикеты я стоял еще и европейский флаг флаг и с добавил я стоял совершенно спокойно у меня даже никто документы ни разу не спросил то есть ментам дали инструкцию что пикеты не трогать я стоял с пикетом там большой такой деревянный пикет там моя фотография моя биография висит кто и такой что и как люди подходили я стоял собирал подписи такое дело вот почему я решил участвовать потому что я считаю что предвыборную кампанию необходимо использовать в первую очередь если мы не будем ее использовать мы упускаем бесплатную эту площадку для агитации для того чтобы набирать новых сторонников потому что оппозиция не популярна и бы ну надо работать с народом причем например вот я веду политический блок но я знаю что далеко не все просто смотрит эти блоги то есть кто-то смотрит какие-то развлечения да смотрите да политика это такая специфическая тема она нравится не всем многим нужны развлечения там какой-нибудь не знаю новый клип ольги бузовой или там не знаю к ним саша спилдеркс чипсах она будет гораздо лучше смотреться дегенератами которых огромное количество к сожалению в нашем обществе ну и просто людьми там они хотят посмотреть квн там кино какое-нибудь новый клип и мне интересно политика и прочее тем более есть люди которые просто не сидят на таких вот каналах и либо там вообще интернетом мало пользуются а телек смотрит больше в основном пожилые на их можно заэкетировать только на улице там с помощью листовки почтовый ящик либо стать вот где они идут с проходной там с работы домой стать и сказать вот здрасте это я вот я такой секой я вот за это выступаю поэтому компанию необходимо было использовать она использовалась массово то есть я вообще хотел идти наблюдателем вот на эти не я не буду говорить выборы потому что нет выборов никаких есть предвыборная компания я хотел идти наблюдателям но меня скажем так уговорили сказали что во первых это глупо и бессмысленное занятие практически потому что ермошина наша глава центра сберкома которая успешно помогает луке фальсификациях она заявила что бюллетени наблюдателям давать не будем там они будут на большом расстоянии короче ну фактически наблюдение сводит к минимуму мало ты чего там посмотришь и мало чего пронаблюдаешь у нас действует досрочное голосование у нас действует выездное голосование так называемое которое активно используется для фальсификации и поэтому мне сказали что чувак не трать время впустую иди кандидатом это гораздо лучше эффективней то есть ты покажешь людям там у себя в городе что есть оппозиция ты вот постоишь символами там не знаю ну я посмотрел прикинул меня как блогеру это выгодно кроме того что вот это еще плюс я получаю узнаваемость до pr короче люди меня смотрят что вот я такой есть они читают обо мне они меня видят наглядно кто такой подписчики прибавляются так дальше я получаю опыт участия в реальной политической компании то есть как для политического блогера пройти изнутри эту систему это очень полезно я считаю для того чтобы знать как это работает все не просто рассказывать а это второй плюс даже 3 сказал 4 это социология то есть я работаю с людьми я обошел там более тысяч квартир в живую один плюс еще вот эти пикеты 9 10 пикетов то есть я смотрел как себя ведут люди конкретно вот сейчас в этом году и в моем городе то есть оценить настроение кто за там что кто против чего кто там пророссийские антироссийские там за интеграцию против интеграции за луку против луку какие вообще настроения кто что считает кто как они относятся к выборам депутатам то есть ну для себя личная социология это тоже очень большой плюс из-за чего тоже участвовать то есть я получил одни плюсы минусы из минусов это конечно огромная потеря времени огромная потеря здоровья потому что это очень серьезный труд особенно нервы да особенно я рассчитывал что будет команда то есть мне говорили что там людей будет много там помогут и все но по факту большую часть времени я один вообще этим занимался то есть я один собирал под откровенность откровенность отвечают честно но отвечают немногие дело в том что большинство подавляющие людей на пикетах они что вид что делают когда видят пикет они просто опускают глаза и быстро проходит делает вид что ничего не увидели это большинство часть подходит начинают читать изучать я естественно к ним подхожу и говорю здравствуйте сбор подписей там за выдвижение кандидата такого там поддержите независимого кандидата там не хотите поставить подпись ну шаблонный список заготовленных фраз кто-то начинает спрашивать а вот кто он такой то есть особенно прикольно когда тебя не узнают то есть они видят фото да и и считают что ты это не тот кто вот там они горят а какой она вы его знаете я говорю знаю может быть так много знакомым всяко то есть бывает иногда тоже по прикалываешься некоторые сразу говорят ой а это же вы наверно да да это я или некоторые говорят ой да я его не знаю я говорю теперь вы знаете вот я первый депутат который вот здесь стоит вы теперь знаете до меня но они говорят ой нет я не знаю его программу многие кстати говорят скажите программу за что вы выступаете а я говорю что извините по правилам нельзя это не агитация не период агитации я не имею права говорить о программе только вот мои биографические данные читайте смотрите задавайте вопросы поэтому потому что это период смотрите есть в беларуси три способа как выдвинуться депутатов парламент от политической партии то есть партия подает список и все и центр избирком будет рассматривать там декларацию твою проверять налоговую там протокол заседания партии и твои там документы определенные все правильно то регистрирует другой способ от трудового коллектива то есть там трудовой коллектив выдвигает как бы человека но это советских времен еще осталось это трудимент и третий способ самовыдвижения то есть самовыдвиженец он должен собрать тысячу подписей за то чтобы получить право выдвинуться кандидатом депутаты вот большинство и использует вот этот способ даже те кто подстраховывается идут от партии кстати вот как я сделал то есть я иду от партии но в начале я собирал тоже подписи как и почти все потому что это инструмент работы с народом вот бнф белорусский народный фронт но это могла быть любая другая партия это могла быть и огп но они там другого человека по моему округу выдвинули то есть это чисто технически я не состоял ни в каких партиях до этого я был независимым блогером сейчас я технически до вступил в партию бнф потому что я не могу не быть не членом партии и выдвигаться как бы по партийным спискам их так что я сейчас состою в бнф я как вот многие говорят старые особенно пенсионеры бнф овцы там фашисты да то есть бнф овцы у них репутация с 90-х годов это true фашисты белорусские националисты то есть я и я зиганафт можете меня поздравить настоящий true фашист теперь да серый код просто серый код убивается там увидите он на первых местах обычно выдачи такое в красном круге там рисованный код это вот мой канал кто родные родные тут дело обстоит сложнее дело в том что я сейчас живу один все родители у меня уже умерли отец умер два года назад мать я похоронил вот три месяца чем-то назад так что родные родные они никак к этому не отнеслись я не знаю они возможно смотрят где-то там на это я думаю что они бы поддержали ну да то есть его правильно говорит что это все инструменты для своих распространения своих идей каналы и так далее но обратная сторона действительно большая трата времени то есть это такой обмен одного своего ресурса на получение другого ресурса и каждый рассматривает индивидуально насколько ему этот обмен выгоден данной ситуации данный момент прибавилось то есть началась активно компания выдали свидетельство инициативной группы то есть с этого момента можно было начинать подписи лично мне по моему 9 до 9 сентября в понедельник с этого времени я вот с 10 по моему до 10 я начал пикетировать к сожалению людей у меня мало я говорю что большую часть даже одному приходилось стоять поэтому таскать этот пикет все это на себе было нелегко поэтому я провел пикетов не так много как хотел бы потом еще и погода испортилась но целом подписчиков прибавилось где-то может быть штук 200 или 300 около того только вот 100 человек наибольший по приток был вот после этого марша за независимость но не маршем митинга этого там примерно за сутки около 100 человек подписалось то есть для моего канала это нормально когда я начинал у меня было где-то 550 подписчиков 545 2545 сейчас стало где-то 2000 около 2 800 я анонсировал участие в предвыборной компании еще в начале августа то есть когда и принял решение участвует то есть все это было загадяя набирал же людей в инициативные группы проводил стримы где подписчиков говорил все желающие кто хочет вступайте в инициативную группу надо минимум 10 человек в итоге я собрал 54 человека инициативную группу из подписчиков только человека 3 наверно все остальные это люди там связанные с других областей инициативные люди которые сами никуда не ходят честно говоря многие просто многие задним числом потом стали говорить а как войти в инициативную группу когда я стал стоять пикетом я сказал а у ребята проснитесь я вам целый месяц до этого говорил вступайте вы как-то не отвечали виала там себя вели кто хотел те вступили там пару-тройку человек остальные как-то прощелкали ушами но я думаю что если все поняли вот как то так но они бы вступили больше хотя я раза три об этом извещал открыто и писал в telegram канале в своем что мне надо там помощью поддержка люди такое еще хочу одну важную вещь сказать по поводу бойкота то есть начали вы начали с бойкота я скажу так что чем лучше по моему участие в этой компании чем бойкот есть такое мнение и я его уважаю тоже что ну поскольку выборов нет поскольку это цирк и фальсификация то участвовать в них нельзя это вредно и аморально вот и есть много людей которые говорят как же так там нельзя участвовать при том некоторые люди даже сами участвовали то есть один человек я знаю он в шестнадцатом году когда были предыдущие парламентские выборы стоял на том же месте где я теперь меня критикует говорит как ты можешь участвовать в выборах это так мерзко это гнусно нельзя такое делать что ну вот как бы но это ладно это это дело такое каждому свое ну вот значит эти люди они предлагают такой ход но я им что на это отвечаю то есть я не просто участвую там ради какой-то выгоды и все и мое решение обосновано то есть я могу обосновать почему я так делаю они не могут они только говорят по поводу моральности все я вот вам сказал почему социология опыт там продвижение идеи прочее целый ряд идей они говорят просто что это плохо аморально они хотят думают таким образом сорвать якобы выборы ну понятно что этого не происходило никогда и они еще говорят что участие выборах легитимизирует режим хотя ни разу с тех пор как был разогнан верховный совет ноября 96 года парламентские выборы в беларуси и никем в мире не признавались ну кроме может каких-то стран снг там африки какой-нибудь то есть европейские страны америка не признавали то есть эти выборы всегда были нелегитимными участвовал там кто-то в них насколько и насколько то есть не было такого что вот некоторые выборы признали а вот потом оппозиция пришла например там или наоборот перестала участвовать их не признали нет это от этого не зависело прошлое позапрошлое выборы тоже не признавались то есть что там их пытались как-то частично бойкотировать что нет это ни к чему не приводило а самое главное что от бойкотирования режим луки не рассосется то есть это пассивный способ я лягу на диван там закину ноги закрою глаза и представлю что луки не существует и он от этого что исчезнет нет все равно я считаю что режим лукашенко путина кого угодно легитимизирует не участие выборах и не не участие выборах а то что народ не хочет активно действовать лука путина не будут существовать пока народ дает им это делать как только народ их свергнет то есть он перестанет подчиняться там будет какая-то общенациональная забастовка будет массовое вооруженное восстание там либо экономические какие-то действия серьезные народа то и режима не будет до тех пор пока режим позволяет это делать он легитимизирует как раз вот этот вот режим а бойкот ну явку дорисовывают я вот упомянул про выездное голосование и про досрочное то есть особенно прикольно это выездное голосование что это такое это когда до официальной даты голосования там неделя там короче можно пройти проголосовать досрочно и вот еще есть выездное то есть там выезжает якобы вот эта машина это официально трактуется что тут есть инвалиды разные там бабки которым тяжело ходить на выборы они сами прийти не могут к ним надо приехать как бы да с бюллетенью прийти и они там подпишут проголосуют на самом деле это действует так приезжает машина через там два часа она возвращается на участок с груженными урнами бюллетеней которые где-то за углом там вбросили то есть по времени чисто невозможно за такой короткий срок якобы вот обойти столько квартир вот поэтому говорить о том что можно как-то забайкотировать выборы это глупо то есть вот этот инструмент включается там не могут присутствовать наблюдатели то есть их туда не пускают поэтому они не могут констатировать что явки не было например то есть если на участке явки даже не было хотя были случаи что там и явка была ниже пороговой но все равно власть говорила что это фальсификация это поддельная как бы там данные со стороны вот этих оппозиционеров купленных западом и мы это не признаем тут сидели наши честные государственные наблюдатели они сказали что все вот ништяк там 70 процентов явка вот отлично и все поэтому есть бюджетники есть пенсионеры есть обслуживание власти там менты всякие кгбшники есть кто там еще военные там кто студенты которых пугают тем что сообщаги выкинук то есть они будут голосовать по инерции там из страха и прочее плюс еще вот эти инструменты которые дают явку все равно то есть ты не забойкотируешь тем более опять таки вопрос а как можно бы и котировать то чего нет то же самое еслиminute можно участвовать а как можно бойкотировать чего нет выборов нет как их можно бойкотировать их же нет все равно что-то и не придешь не проголосуешь за тебя проголосуют причем я слышал мнение человека который Вот Павел Северинец рассказывал как-то, что он сидел с одним человеком, который в свое время был директором завода, и он как раз участвовал в классификации, в окружной какой-то комиссии состоял, и он рассказывал, как это происходит. То есть, если какой-то человек несколько раз подряд не приходит на выборы местных депутатов, каких-нибудь парламента, президентских, то потом комиссия просто автоматически за него заполняет. То есть, считается, что он и в следующий раз не придет, и поэтому за него пишут, что он проголосовал, и все. И я знаю, что это реально, потому что один мой знакомый говорил, что в 2015 году на президентские выборы он сначала не ходил, а потом вечерком решил прийти на участок и таки проголосовать. Но ему сказали, о, так ты уже проголосовал. Он подумал, блин, может это родные там, мать там, сестра кто-то приходил. А потом он через некоторое время у них спросил, они сказали нет. То есть, понимаете, как? Вот так вот. И все честно, все легально. Но, тем более, что родные даже если бы пришли, они не имели бы права за него голосовать. Не имели, но такая практика у нас бывает. Это жесть. Что можешь, Алексей, сказать, добавить? Хочу спросить, Дмитрий. Значит, насчет добавить, еще могу сказать, что если какой-то студент, например, или состоите в какой-то организации государственной, то вас под условиями шантажа заставляют ходить на эти выборы. То есть, если вы там студент не пойдете, вас потом вызовут в деканат, будут проблемы с учебой. Если вы на госпредприятии, то будут проблемы с премиями и так далее. То есть, выкуривают в том числе методом шантажа. То есть, добиваются все-таки, им нужна явка для каких-то целей своих, да? Конечно, конечно, им нужна явка. Да, им надо создать видимость для Европы, что все честно. То есть, понимаешь, они могут фальсифицировать выборы и сами, но они хотят, чтобы все прошло максимальным с видом законности. Чтобы не придраться было. Понимаете, мол, это не мы докинули бюллетени, рабочие сами пришли, студенты сами пришли. Видите, мы же их не заставляли. Они сами прошли не под дулом автомата, а сами честно. Видите, Европа, Америка. У нас демократия, в отличие от вас там. У нас вот демократия-то есть. Да, Слав, ты хотел спросить, что да? Да, хотел спросить, когда день голосования? 17 ноября. Угу. Ну, скоро уже. Да. Слушайте, а сколько денег стоила вот эта вот предвыборная компания? Для вас. Для меня? Да. Нисколько. То есть там, когда я подписался, я же не просто так шел от себя, я бы не пошел. У меня встречался с человеком от Европейской Беларуси, от гражданской компании. Он мне, собственно, предложил то, чтобы участвовать. Они поддерживают, они сделают вот этот пикет сам, помогут там с флагами, со всем остальным. То есть мне накладные расходы на это не нужны. То есть они там небольшие какие-то средства на то, чтобы компенсировать проезд. Ну, то есть такое мелочевку. То есть я на этом не заработал, но я на этом и не потерял. Ну, может быть, чуть-чуть потерял денег, потому что там потратил чуть больше, чем дали на вот покупку там флагов, удочек для флагов там такой вот. И на еду, естественно, это свои же деньги шли. Поэтому я сильно не разорился на этом. Кроме как потеря здоровья и времени. Понятно. Некоторые считают, а некоторые еще считают, что типа там большие гранты, там какие-то большие деньги за это платят, за участие. Да, действительно, Европа выделяет партиям некоторым, да, за то, чтобы они участвовали в выборах. То есть вообще выборы для наших стран вот этих, да, для оппозиции в них, это как бы период, когда вливается больше средств. То есть Европа дает на участие в выборах парламентских и тем более в президентских. То есть президентские выборы это самый кормовой период для всех. Потому что больше денег выделяется на участие. Потому что они считают, что ну все-таки надо по Европе, да, чтобы вы все-таки там поучаствовали, поборолись, а вдруг что-то станет, вдруг Лука умрет во время выборов, и кто-то должен будет перехватить инициативу, что-нибудь такое. То есть надо-надо. Ну понятно. Наташа, давайте слово дадим, а то она сидит молча уже. Привет, Наташа. Привет, да, всем. Доброго вечера. Меня слышно нормально? Да, слышно. Доброго вечера. Хотела вот спросить, у вас там были вот проблемы в Куропатах, я так понимаю, хотели бульдойзерам? Они есть. То есть этот вопрос до сих пор не решен? Смотрите, по поводу Куропат, объясню он популярно. Это место расстрелов, где НКВДшники в 30-е годы, до войны до самой, расстреливали людей. Это место было скрыто в советские времена, то есть там ходили слухи, что туда-туда свозили, расстреливали. В конце 80-х там рыли газопровод, наткнулись на человеческие останки, потом приехали там археологи, опросили местных жителей, выявилось, что действительно там расстреливали. Это был где-то 88-й год, уже вышла статья в газете, то есть было возбуждено впервые в БССР, еще в Советском Союзе. Уголовное дело по этому факту признали, что исполнители уже умерли, либо их невозможно установить, дело было потом закрыто. Проведена, ну как там, часть останков раскопали, одну яму, то есть там 500 или сколько-то ям таких массовых захоронений, где расстрелянные люди штабелями вот так в несколько слоев сложены. Там считается, что от 30-ти, по-моему, до 300 тысяч что-то такое там похоронено. Вот, точно неизвестно, потому что все ямы не раскапывали и не сканировали, сложно сказать, сколько там слоев в каждой яме. Оно видно, там просевшая земля, что они там есть. Это лесок такой небольшой, то есть это раньше была окраина Минска, там были пригородные такие деревни, там зеленый лук, цена, такие вот. Теперь это уже окраины, там сейчас проходит кольцевая дорога. Когда была у власти белорусская оппозиция, ну нынешняя, да, националисты, они, естественно, там проводили официальные праздники, там были установлены кресты, вот эти, в знак памяти. То есть это место было в почете, но когда пришел лука, он, естественно, разносчик просоветской идеологии, той идеологии, которую исповедовали палачи НКВД. Естественно, он против резко. Он и его окружение, они начали душить потихоньку все это. Несколько раз инициировали новое расследование, чтобы опровергнуть то, что это НКВД расстреливало, а якобы, мол, это немцы, нацисты во время войны, там евреев каких-то расстреливали. Это было опровергнуто многократно самыми разными способами. Там археологическим и еврейские центры, они не давали таких сведений, что там какие-то лагеря были, что там массовое убийство евреев происходили. Ну, в общем, очень-очень много разных способов, я кратко расскажу. В 2001 году там попытались проложить кольцевую Минскую, прямо вот по этому месту. Тогда оппозиция массово вышла, и просто подбульдозеры становились там, руками останавливали их, целый год практически шла борьба, и они таки заставили власть перенести на несколько там метров, десятков метров кольцевую. Она все равно растекла лес, вот этот лесок такой, но конкретно могилы, вот то место с крестами сохранили. Потом долгое время было затишье небольшое, и где-то в 2010 году там все разгорелось заново. Там начали строить сначала кафешку, то есть возник проект маленькой придорожной кафешечки. На это не обратили особо внимания, но потом оказалось, что начали строить целый комплекс, развлекательный комплекс вот там, возле этого трагического места. Там с сауной, там с огромным залом, там для гуляния, короче, с детской площадкой. Естественно, что была нарушена проектная документация, то есть по проекту там должна была быть маленькая кафешка придорожная, и она должна была быть на расстоянии. То есть вот эти места такие, да, оно считается как историко-культурная ценность. И там нельзя строить, было в пределах там, по-моему, там 100 с чем-то метров. Они построили и зашли за эту линию, то есть захватили часть мемориальных земель, плюс еще часть земель другого собственника. И это было нарушение серьезное, то есть там оппозиция в суд подавала, и они даже, по-моему, выиграли этот суд. То есть комиссия из архитекторов и всяких вот таких сведущих людей, они признали, что это незаконно, что это должно быть возвращено в первоначальное состояние, эта постройка убрана, там заплачен штраф и прочее. Но это решение так и осталось. То есть оппозиция победила, они думали, все, как бы, все это заморозилось пару лет, оно ничего там не велось, а потом начали строить опять. То есть опять собралась комиссия, те же самые люди, они уже признали, что все законно. Там говорят, что были проведены разные коррупционные схемы, там им много денег дали, там, в общем, эти пролоббировали рестораторы наверху где-то в белорусской власти этот проект. Естественно, что тут идеология сыграла свою роль. И вот, где-то в 2014 году продолжилось строительство, в 2014-2015 год, начали достраивать этот комплекс. В 2017 году там еще бизнес какой-то комплекс захотели построить, но там тоже активно оппозиция стала на защиту, приковывали себя наручниками к стройтехнике, к бульдозерам, и бизнесмены те отказались. А вот эти рестораторы, они так и не отказались. И летом 2018 года, в канун 30-летия открытия вот этой могилы, там был запущен этот увеселительный ресторан «Поедем-поедим» так называемый. Ресторан для поездки с семьей, чтобы можно было поехать. То есть где он находится, сказать так. Это за МКАДом, то есть Минская кольцевая, там лес, там вокруг такие места, там заправка, в общем, то есть там можно на заправке перекусить. То есть особо смысла нет в этом ресторане перекусывать, то есть это только для водителей. Пешком оттуда мало кто бы стал ходить. И причем этот ресторан, он большой, то есть там реально зал на 300 человек, он рассчитан на большие массовые мероприятия. Это не просто там сел, чашку кофе выпил, а там отмечать свадьбы, праздники, с видом вот на эти могилы. То есть 50 метров буквально от забора идут кресты, вот это все место. Но это же просто никакие ворота. Да, но главный цинизм... Смотрите, Елена, главный цинизм этого в том, что по воспоминаниям многих жителей старых этих мест, вот когда НКВДшники стреляли, то есть слышали каждый день выстрелы, как хлопали. И сейчас поставили это место, и там как бы увеселительное заведение, предполагается запуск салютов, то есть это как бы такой будет, как и раньше, греметь эти выстрелы. То есть это, знаете, такой цинизм действительно в самой высшей форме. Плясать на костях, причем детская площадка с видом вот на могилы на эти. Я там был многократно, я там был раз, наверное, 20, может быть, не меньше. Стоял, и вот, и активисты приняли решение стоять, бойкотировать этот ресторан, но законно. То есть они стоят возле дороги, там пешеходный переходик, и раздают листовки всем водителям и посетителям этого ресторана, чтобы они знали, куда они идут, в какое место. То есть первоначально пытались действовать радикально, там тормозили, бывало, машины не пропускали, но за это давали большие штрафы, там и милиция, и ОМОН постоянно приезжал, и было принято решение все-таки действовать более в рамках закона. Так вот, с тех пор, с лета 18-го года, с июня, так вот эта Куропатская стража, да, так она и стоит там возле забора этого. То есть проблема не решена до сих пор. Просто жесть такая. Ресторан еще, Елена, скажу, с точки зрения бизнеса, этот ресторан нецелесообразен, то есть он приносит убытки. То есть он рассчитан на 300 человек, там вбуханы большие деньги, но реально он приносит очень мало средств. То есть туда приезжает ангажированная публика, чисто ватники, сторонники русского мира, там, сторонники какой-то вот такой идеологии, там, любви к НКВД и вот прочему. То есть очень такие люди специфические приезжают троллить оппозицию. Редко бывает... Я не понимаю, как можно любить НКВД, получается, это ресторан специально для НКВДшников. То есть вот только они... Не специально, но во многом. ...позволит такой. Не специально, но во многом, потому что все посетители, которые проходят, они проходят через вот этих активистов. И, то есть, вероятнее, ну вот вы, если едете там на машинке... Совершенное бесстыдство. Да, вас останавливают и протягивают листок, и начинают, вас снимают на камеру, да, то есть многие люди, простые посетители, они боятся. То есть ты едешь поесть в кафе, там тебя останавливают какие-то люди, фоткают, снимают, говорят, ты там такой-сякой нехороший, дают листовку, ты там на костях жрешь. Ну, простой человек, он обычный такой белорус померковный, он скорее развернется и не станет вмешиваться в проблемы, потому что мало ли что, в интернете там покажут, что там будет, потом хрен знает. Фотографируют номера машин, то есть все номера машин, которые приезжают, все фотографируют и скидывают в единую базу. Так что такие дела. Правильно, надо обнародовать еще. Проблема есть. В общем, у меня слов нет. Проблема есть, она остается. Были предложения разные, то есть, например, оппозиция выступала за то, чтобы не сносить здание, например, ресторана, зачем портить, а сделать там музей жертв НКВД, например. Ну да, раз уже построили, хрен с вами. На что владелец этого заведения, там несколько человек, Зайдис, Израилевич, Сурис, ну, еврейского происхождения бизнесмены тоже, что удивительно. Они там через какие-то офшорные счета, офшорные компании строили это все. То есть для многих шок, опять-таки, евреи, они очень бережно, уважительно относятся к памяти, особенно вот таких вот расстрелов всего, потому что они очень сильно пострадали от этого. А здесь как бы такие, ну, люди, которые, ну, бесстыдные бизнесмены, для которых как бы вопросы денег, они в первую очередь. То есть они не уважают никакую память, ничего, ведут себя очень неэтично. Вот это агрессия чистой воды, ничего себе. Причем здесь выгоды экономической нет. Можно было бы сказать, если это очень кормовое место, там очень много посетителей и большие доходы идут. Тогда можно сказать, мол, ну, могила могилами, но деньги-то надо. Но тут этого нет. То есть тут идеологический вопрос. И вот владелец предложил говорить, что если вам не нравится этот ресторан, выкупите его. То есть 5 миллионов долларов и ресторан ваш. То есть можете делать с ним все, что хотите. То есть такой они придумали способ выдурить деньги, обескровить оппозицию. Нет, а это оппозиция, то есть, знаете, это там захват земель части. То есть, смотрите, раньше вот еще я говорю про то, что было стопом в 20 или там 180 метров вокруг историко-культурных этих вот мест, там нельзя строить. Ресторан находится ближе, буквально в 50 метрах. То есть нарушение закона явно присутствует. Но в 18-м году, как раз вот после открытия, была принята новая редакция закона о вот этой зоне вокруг места. И как раз она стала 50 метров. Ну, разумеется. Теперь все законно. Теперь все законно. Ресторан стоит уже абсолютно законно. А кто хозяин ресторана? Зайдис, фамилия его Сурис, бизнесмен такой. Израилевич, потом... Слушай, ну да. Зайдис, Сурис, это какие-то балтийские фамилии. Ну, они граждане, граждане Израиля. То есть у них есть израильские паспорта. Это бизнесмены израильского происхождения. То есть есть расследование подробное, я могу поискать ссылки, скинуть. Там по ним написано название их фирм, как называются, где зарегистрированы. То есть это все официально есть, где зарегистрированы фирмы, их имена. То есть кто основные спонсоры этого проекта. Венефициары. Венефициары до этого проекта. Там дело там не только в них. Дело в том, что такие заведения просто так нельзя построить эту землю. Землю им предложил под проект ресторана Минго Респолком. То есть это его, в первую очередь, инициатива распределять такую землю. Ну, не без договоренностей, скорее всего, с Лукашенко. Правильно же? Да. По поводу Лукашенко. То, что они этот участок предоставили, это очевидно не просто так. Да. За упокой там предков и прочее. Так что ресторану там быть, он сказал, ресторан будет там. Как кто бы этого не хотел. Поминали заведение, что ли? А потом началось самое страшное. Вот то, о чем как раз говорила Мария или как вы там говорили, Елена, как вы зовут? Наталья. Наталья была. 4 апреля внезапно там в Куропатах появилась техника и начали сносить кресты, которые по периметру были. То есть пошла информация о том, многие вот неправильно думают, что там вообще все кресты стали сносить. Нет. По периметру. То есть было принято решение огородить забором вот этот вот парк. То есть там как? Там такой лес, рассеченный посередине на две половины МКАДом. И там стоят кресты большие, деревянные и металлические, вдоль дороги и внутри там среди деревьев натыканные. Вот. И было принято решение огородить, типа облагородить, как сказал Лукашенко. Надо навести там порядок. Облагородить по-своему территорию эту. Без участия общества, без участия там оппозиции, всех. То есть он дал указ. Они приехали и стали по периметру вокруг вот этого комплекса выкапывать кресты деревянные. И что-то около там 70, по-моему, деревянных и 30 металлических крестов, которые люди покупали за свой счет, за свои деньги. Скидывались. Это не государственные. Они были вынуты без разрешения всех там, да. Сгружены просто вот как дрова на машину и увезены куда-то в Боровлянский спецлесхоз. И там где-то на складах предварительно считается они хранятся. Активисты некоторые, которые вот дежурят, ходят туда на стражу, они это увидели и попытались этому воспрепятствовать. Естественно, там была охрана, милиция, ОМОН приехал. Их задержали и дали крупные штрафы за это. За то, что они якобы препятствовали там. То есть 4-5 проводились работы вот в связи с этим. Потом начали ставить забор. Установили типа такой металлический, не то чтобы сетки рябиться, а что-то потолще такой. Вот значит забор как вот парки, знаете, огораживают. А потом поставили там такие вазоны с горшками из цветов, ну на заборе сделаны как бы, да. То есть такой выглядит веселый культурный парк. И поставили ворота такие очень неказистые, такие вот кривые, знаете. Вот только не хватает надписи там такой Арбайт Махт Фрай, ну что-нибудь такое. Как в концлагере такие ворота похожие тоже есть. Очень некрасивые. И знаете, вот это вот все называют парком таким, развлекательный парк имени Иосифа Сталина. Что-то вот такое. То есть понимаете, это место скорби. Это всегда было место скорби, расстрела и место памяти. То есть вот здесь сталинисты убивали интеллигенцию, убивали лучших людей того времени. А здесь Лукашенко меняет концепцию Куропат по-своему. То есть это теперь уже некий веселый развлекательный парк. Там поставили лавочки, поставили забор. И как я говорю, только не хватает наверху, там такой как бы холм сделан, такой Голгофа называется. Там памятник стоит жертвам, все. Там только не хватает ларек с сахарной ватой еще поставить, и будет вот полный комплект. Веселый парк имени Иосифа Сталина. Ну да, почему нет? Так в нем нужно еще памятник Сталина тогда. Ну да, к счастью нет, еще пока не дошли до такого маразма. Но я от этой власти могу ждать уже всего чего угодно. Ну вообще получается, что вот эти предприниматели, там Зайдис, да, Сурис, Израилевич. Зайдис, Сурис, Израилевич. А они не считают безвинных людей, что это преступление. То есть они считают, что это норма. Не считают, что, во-первых, это законно. Что они построили... Есть закон, так сказать, один, а есть закон человеческого общества. Да, моральный закон. Они не считают, что это аморально. То есть они не считают это преступлением. То есть они считают, что вот людей так вот убивали, что это нормально. Ну они сожалеют, естественно. На словах они говорят, да-да-да, это плохо. Ну а что плохого в том, чтобы теперь кто-то пришел и перекусил, например. Ну а вот если бы на могилах их предков, да, так бы устроили заселительное заявление. На могиле бабушки там общественный туалет решили построить. Да-да, дедушки, да-да-да. Вот взять на их исторической родине это все как бы делать. Они об этом ничего не говорят. Как вообще люди отнесутся к этому? Вообще можно ли будет это сделать на их исторической родине без согласия людей, которые живут на этой земле? У меня просто это в голове не укладывается. Вот эта акция со сносом крестов, она вызвала огромный резонанс. То есть вот интерес к Куропатам, он с 80-х годов там уже давно упал. То есть там вот стояла небольшая группа людей вот на этой страже, там единицы, да. А потом после 4-5 апреля это вызвало огромный резонанс. В ближайшие дни там 5-го вот начались молебны. То есть все христианские конфессии и протестанты, и католики, и православные, они это осудили. Даже официальная РПЦ, хотя она как бы максимально лояльна к власти, к нашей, они тоже сказали, что ну нельзя так кресты вырывать и все. Были молебны там, организовывались. 7-го числа была акция тоже политическая Статкевича, за которую его задержали. Я тоже участвовал, стримил там. Было такое дело там. Потом на молебен в Куропатах собралось на горе там 150, наверное, человек, что-то такое. То есть это гораздо больше, чем обычно приходит. Там тоже в последние годы приходили единицы, там может быть, или, ну, может быть, пару десятков. А тут собралось 150 человек, несмотря на то, что это не санкционировано было. То есть это вызвало резонанс на некоторое время. Но сейчас интерес опять начал постепенно тогда спадать. Ну, и несмотря на то, что все церкви осудили, оно вот так все и осталось. Кресты не вернули, кстати. Оппозиция подавала запрос официальный. Где кресты, где что им сказали. Вы докажите, что это ваша собственность. Как бы предъявите документы на эти кресты. Предъявите разрешение на установку, мы вам тогда вернем. А нет разрешения, мы вам не будем возвращать. И перед этим еще тоже произошло такое зимой. Там стоит так называемая лава Клинтона. Ну, лавка Клинтона. То есть такая вот каменная небольшая штука в виде вот надгробия небольшой. Такой, ну, как скамеечка, знаете. Такая не то мраморная, не то не знаю с чего она. В 94-м году туда приезжал президент США Билл Клинтон. Он встречался с Зеноном Позняком и с кем-то там, с Шушкевичем, по-моему. С Шушкевичем, наверное, с Кебичем. Кто тогда был руководителем. Он встречался там и привез из Америки вот это вот как подарок белорусскому народу. Так вот, эту лавку за последние 20 лет, подождите, с 2001 года, по-моему, больше 20 раз разбивали вандалы. Естественно, никого не нашли. Все нормально. И вот последний раз ее разбили тогда. Зимой. Уже в клочья окончательно. То есть она уже, по-моему, не подлежит восстановлению. А почему такая ненависть к Клинтону? Потому что это проклятые пиндосы. Это проклятые пиндосы. Они мстят. И что с этими людьми, блин? Чем они больные? Ну, некоторые считают, возможно, это попытки, как бы, злость свою. Ну, это нанятые вандалы хозяевами ресторана. То есть есть такая версия, что они пытаются за то, что активисты стоят и отгоняют клиентов, немногих, которые туда приезжают, вредят им. Они хотят как-то тоже надавить на что-то больное для них. Вот разбили лаву Клинтона. Кто-то считает, что это просто какие-то дураки. Причем там в это время, после сноса лавы Клинтона и после сноса крестов, там дежурили постоянно днем люди в штатском с камерами. Там повесили какую-то фотоловушку, что-то такое. Но она, естественно, вандалов не фиксирует. Вандалам выдают какой-то специальный билет, по которым они свободно ходят, все разбивают. У них шапка невидимая. Да, но когда приходит обычный человек, то его сразу задерживают. Там произошла такая история, через некоторое время после разбива этой лавки, там задержали парня с девушкой, которые там прогуливались вечером. К ним, значит, стали подходить какие-то люди без формы, не предъявляя документов. Естественно, что, как бы, ну, они, вот эта пара, не очень-то им это понравилось. Мало ли кто это. Где-то за городом, там, в каком-то лесу, там, пристает хрен знает кто. То есть, значит, девушка баллончиком распылила одному из них в лицо. И они потом, естественно, их там скрутили, эту пару, надавали им там как следует. И обвинили в том, что они там, понимаешь, на сотрудников милиции руку свою поднимают, на святых сотрудников. Потом вроде все обошлось, выпустили. Но, как бы, неприятная история была. Да, уж приятного нет ничего. Но вандалы ходят свободно. То есть, бери кувалду там в руки, тебя никто не увидит. В Москве то же самое происходит, потому что царицыно там тоже активисты хотели в память водоканала. Кто вот московский водоканал строил, там же тоже люди. ГУЛАГовские все это строили, на их костях это все построили. Они попросили установить, значит, такие плакатики. Там, ну, как городская власть установила такие плакаты, что как хорошо жилось в ГУЛАГе, какие были отличные условия. Да, мороженка по 20 копеек была. Да, 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 да. И, в общем, там, как сказать, ну, тоже люди возмущены были. Просто взяли, сделали надписи, что это ложь, что это неправда на всех этих плакатах. Вот. Ну, то есть, вот такое извращение всего происходит. То есть, настолько все это омерзительно и противно, честно говоря. Вот. Хотела я вам еще задать вопрос, но вы как бы хотите отвечаете, хотите нет. Ну, просто ваше мнение. В принципе, вот в Белоруссии и на территории Российской Федерации, да, власть, она довольно-таки жестоко расправляется со своими оппонентами. То есть, физически устраняет. Уже давно, у нас уже давно нет. Это конец 90-х, начало нулевых, такое еще было. А сейчас это невыгодно. Прессуют, да, бывает, но... Он сейчас, может быть, уже как бы со всеми расправились, уже особо там никто, ну, так сказать, не вылезает. Они стараются более придерживаться тоже. Эти преступления, они как бы всем известны, но почему-то международное сообщество, так сказать, ведет такую политику, например, у Лукашенко выставляют каким-то миротворцем. Хотя понятно, что у этого человека репутация довольно-таки подноченная. И вот мне не совсем понятно, вот, международная позиция, зачем весь этот театр, весь этот цирк выставляют вот этих людей вот какими-то миротворцами. Смотрите, за Путина... А давайте представителя международного сообщества спросим. Да. Вячеславов. Да. Может быть, как-то прокомментируешь вопрос? Мне хотелось бы услышать ответ Дмитрия, потом ее прокомментировать. Хорошо. За Путина говорить не буду. Я не знаю, почему международное сообщество закрывает глаза на Путина. Может быть, потому что он газ дешевый в Европу подставляет. Это выгодно. Может, потому что еще там лоббисты какие-то, чиновники купленные европейские. По поводу Лукашенко все попроще. Европа сейчас играет с Лукой после вот крымских этих всех сценариев для того, чтобы не допустить вот этой самой аннексии поглощения Беларуси. То есть, они готовы простить Луке даже некоторые преступления, лишь бы только он не шел в Россию. То есть, лишь бы он с Путиным не объединялся. То есть, им лучше Беларусь нейтральная в качестве буфера между Россией и Западом. Поэтому они готовы Луку немножко терпеть. Вот так вот. Ну, что вы? Да, говори. А вам не кажется, то, что происходит у вас с этими захоронениями, да, и в общем, то, что у нас происходят все вот эти беды, это как раз за счет того, что не осуждены, да, вот действия каких-то людей, вот, и они видят безнаказанность, и все это будет длиться и длиться, пока действительно, ну, как бы, не произойдет какая-то оценка действий этих людей. Кажется, Наталья, мне это кажется тоже. Наташа, а какая разница? Ну, оценят они, они скажут, мы выражаем беспокойство беспредельному поведению наглому, значит, вот, конкретного лица, и все. А все равно он является официальным представителем страны. Да, тем более, тем более, Елена, если сам белорусский народ не выходит и не говорит массово свое твердое нет, то никакая Америка, она не будет Лукашенко там свергать или что-то еще делать из-за того, что он там могилы перевернул. То есть, если вы сами не хотите там показать жестко протест, там 150 человек каких-то или 200 вышло, ну, так и что? И мы не будем. Нет, ну, я хочу сказать, что на международном сообществе тоже лежит какая-то ответственность, потому что в свое время вот эти все войны, которые развязывались, да, там, Первая-вторая мировая война, то есть это все, как сказать, следствие какого-то бездействия, какого-то равнодушия и так далее, то, что происходило. И такое ощущение, вот то, что сейчас у нас происходит вообще в мировом сообществе, что в Сирии происходит, вообще мировому сообществу по большому счету наплевать на то, что идет геноцид народов. У них какие-то там свои интересы, я не знаю, там, коммерческие и так далее. Может быть, как говорится, сейчас уже есть какой-то ликсир, да, что можно жить бесконечно долго и, в общем-то, на простых людей всем наплевать. У меня такой ощущение. Я буду рада, если я ошибаюсь. Не, ну, на самом деле нельзя так говорить категорично, потому что вообще-то на Беларусь наложено огромное количество санкций. Вся семья Лукашенко под санкциями, его предприятия, его семьи под санкциями, заблокированы кучи счетов, Лукашенко не выездной в Европу. То есть вообще-то, как бы, ну, Запад-то он среагировал, просто он это уже давно сделал, то есть поставил крест в этом смысле. Шлав, что скажешь? Ну, что сказать. Здесь, как говорится, есть несколько аспектов этой проблемы. Самая большая проблема то, что каждый народ в своей стране должен решать сам, какая у него власть. А, как говорится, другие страны должны как-то общаться, если даже руководитель одной из этих стран людоед, все равно с этой страной надо общаться как-то, правильно? Насчет Сирии могу сказать, что санкции на Эрдогана в ближайшее время будут наложены. Ему уже запретили покупать оружие в странах Западной Европы. В Турции запрещено покупать оружие. Отказано в этом сегодня, кстати. Вот, поэтому какие-то санкции вводятся. Но с этими людьми все равно будут общаться, потому что они представляют народы своих стран. Другого контакта с народом нет. Ладно, сейчас взять и строго на Западе стать игнорировать Путина и других представителей власти России. Ну вот, строго. Вообще не общаться. И что-то будет дальше. Тот же самый Киселев, Соловьев и другие по телевизору начнут кричать, что нас обижают. Наших бьют, будут кричать. И половина, большая половина русского народа будет кричать, долой фашистов, будем повторять. Нет, это первое. А второе, они тут вообще руки себе развяжут совершенно, поскольку, ну, все равно. Поэтому какое-то общение все равно надо. И, ну, я не знаю, здесь нет такого рецепта. Если вот у кого-то есть рецепт, как поступать в этих случаях странам Европейского Союза по отношению к Белоруссии или к России, подскажите. Я лично не вижу выхода. Маленький комментарий еще к тому вот, что сказано. Да, совершенно согласен. Даже если управляет там какой-то территорией людоед, то с ним будет устанавливать контакты. Потому что Европа реагировала. Европа, Америка, они давали деньги на то, чтобы оппозиция организовала там свержение, смену власти, там, да, конституционного строя. Причем давали деньги не напрямую на протест, а на то, чтобы оппозиция организовывала независимые СМИ, организовывала там работу, как бы, да, пыталась строить гражданское общество с помощью Европы. То есть, своим кем-то ходом. Естественно, часть средств лидеры разбазаривали. То есть, там и тратили, и просто присваивали себе. В итоге, как бы, все скатилось к тому, что начинали за идеей демократии, а начали заканчивать тем, что... А нафига вообще демократию, если можно просто пилить деньги? И поэтому, как бы, идея потихоньку стухла, скатилась. Народ тоже стал меньше поддерживать, потому что они тоже видели люди, которые были вовлечены, что происходит. Плюс режим, он креп, он жестко держал власть. То есть, когда говорят, что Янукович, там, это диктатор, либо какой-то там Серж Саркисян, но, слушайте, это смешно. Если это диктатор, то не знаю. Вот Лука, он, да, действительно диктатор. Если надо, он даст приказ из пулеметов там расстреливать. Если бы он в Украине был, он бы дал приказ Майдан там танками укатать. Тут серьезно все. Он действительно знает, как управлять. Он, в чем у него есть талант, так это в удержании власти. Он действительно в этом деле мастер. Он умеет с помощью своих всяких инструментов, не только силы, но и хитрости, разделять и властвовать. Он умеет там разделить разные силы, которые до сих пор не могут объединиться оппозиционные. То есть, даже в России, я думаю, консолидации оппозиции гораздо больше, чем в Беларуси. Вот, поэтому, да, так оно и есть. Европе не удалось сходу за несколько предвыборных кампаний добиться того, чтобы здесь Луки не было. Получилось то, что получилось. И поэтому, что им еще делать? Им либо Беларусь, как Северную Корею, в изоляцию поставить, в глубокую, да, и тогда не контролировать здесь ситуацию. Тогда, естественно, и Лука оппозицию полностью приберет. Либо налаживать какие-то контакты. Европа поступила прагматично, да. Лука людоед, он диктатор, он недемократичный. Но теперь он, кстати, уже не последний диктатор в Европе. Появился Путин после 2014 года. Внезапно стал диктатором официально, да. И Эрдоган потом еще добавился. Так что Лукашенко уже где-то как минимум там третий диктатор. Ну, потому что часть Турции немножечко там все-таки в Европу затрагивает. Вот, так что он уже даже не последний диктатор Европы. Ну, договариваются с ним. А вот по поводу Сирии я хотела добавить. Там, я так понимаю, что кто-то отказался поставлять оружие. Теперь этому поставляют турецкому правителю наше, я так понимаю, российское оружие. И тот, я так понимаю, сейчас расправляется с курдами. Вот, так что вот такая ситуация. Вообще ужасно все, что происходит. Американцы ушли из Сирии. И это как-то, это просто качмар.